Появились тигры с головами слонов, огненные кошки и другие виды редко встречающихся животных. В наши дни, даже если бы охотникам предстояло исследовать глубины джунглей, им было бы трудно встретить таких зверей. Однако они выглядели как грибы, распустившиеся после дождя. Лидер привел свой вид. Эти неистовые звери образовали квадратную формацию под командованием какого-то таинственного лидера и направились к стене. Из-за этого все лица стали уродливыми. С таким количеством специализированных зверей, эквивалентных берсеркам, как они будут защищаться от них. Бум! Сверкнула молния. Никто не ожидал, что первым, кто сделает ход, окажется Джоу Ван. Вжух! Джоу Ван фактически стоял один перед громовыми птицами со своими молниеносными крыльями. Царь птиц был шокирован внезапным появлением одного из них. Однако ему все же удалось опознать его как врага. С криком он повел свой вид. Вжух! Вжух! Небо наполнилось громом. Фигура Джоу Ванга сверкнула, когда он с силой остановил все стада. Еще одна фигура спрыгнула со стены. Лисинь усмехнулся и бросился к валам. Бум! Ударом кулаком варварский вол был убит на месте. Внуки! Ваш дедушка здесь! Взволнованно крикнул Лисинь. Хе-хе! Вжух! Вспыхнул лед, и хрустальные антилопы, которые бежали вперед, внезапно почувствовали холод, прежде чем пятна воды под их ногами превратились в лед. Лед мгновенно заморозил их ноги. Бах! Бах! Многочисленные антилопы погибли. Незамерзшие хрустальные антилопы столкнулись с замерзшими. Эти острые углы тыкали в те, что впереди, и приводили к смерти серьезным травмам. С неба появилась фигура. Это был Ачинь и Жань, кто противостоял этой группе антилоп. В воздухе убивающие пчелы, которые неслись вперед, увидели голубую бабочку мечты, которая внезапно появилась впереди и резко остановилась. Посмотрев глупо и уставившись в течение некоторого времени, они повернулись и бросились вперед. Иллюзия. Замешательство. Бум! Бум! Тигровые звери с огромными телами двигались с большой скоростью. Однако, бах! У тигра на лбу была дыра. Кровь хлестала, и он умер на месте. Через мгновение послышался затянувшийся звук выстрела. Снайперская винтовка. Все были ошеломлены. Невозможно! Снайперские винтовки были неэффективны против любого специализированного эспера. Не говоря уже о зверях-берсерках, как пуля могла сломать их защиту. Толпа обернулась. Где-то на стене молодой человек держал снайперскую винтовку. Уставившись на зверя, которого он убил, он прицелился еще раз. Бах! Еще один тигр упал на землю. Молодой человек обернулся и улыбнулся. Мгновенно его данные появились на виртуальном экране перед всеми. Джаафын. Три уровень специализированного эспера. Способность проникновения. После того, как Суха и другие оставили его в пыли, ему все же удалось найти путь, который принадлежал ему. Снайперская винтовка может быть бесполезна для других, но они были абсолютным оружием убийства для него. Когда высокоскоростная пуля соединится с его проникновением, какую силу она принесет. В этот момент он доказал всем. Бах! Бах! Один тигр за другим умирали на месте. Тем не менее, число было слишком большим для него. Кроме этих зверей, сзади приближалось еще больше. Я должен сделать шаг сейчас? Чжан Ян сжал свой кулак, прежде чем быстро отпустить. Бум! Из города, под предводительством Чинь Хоонина, семья Чинь бросилась и убила этих зверей. В то же время, другие гиганты города Цзянхи, семьи Чжоу и Юэ также присоединились к битве. Поскольку их дети сражались, как они могли сидеть в стороне и ничего не делать. Так что, если все эти звери были эквивалентны специализированным эсперам, артефакт Нитай Чинь Хоонин в его руке ярко сиял. В то же время, впервые были раскрыты скрытые карты других гигантов. Все виды оружия дебютировали и заставили всех быть ошеломленными. Конечно, чтобы стать лидером, они не были обычными персонажами. В этот момент люди из этого города боролись за себя. В то время, как все были в кровавой битве, Сухо все еще сидел, скрестив ноги, окруженные следами энергии, вспыхивающей с намеком на голубую и золотую искру. Бах! Бах! Глава 474. Глава 474. Цель зверей и берсеков. Битва началась. Все больше и больше специализированных эсперов можно было увидеть на поле боя. С нынешним масштабом звериного прилива, город мог бы быть давно стерт с лица земли, если бы он все еще был предыдущим городом Цзянхе. Однако, сегодняшний город Цзянхе был столицей. Многие силы были готовы столкнуться с трудностями, с которыми в настоящее время сталкивается город Цзянхе. Прямо в этот момент все было использовано. Однако, два федеральных хранителя еще не двигались. Они ждали, какая агрессия появится от звериного прилива. Из детального анализа, проведенного федеральными учеными, берсерки размножались быстрее, чем люди. Им наплевать на смерть. На самом деле, когда их число становится слишком большим, они застаиваются в развитии. Таким образом, время от времени будет звериный прилив, чтобы сдержать их численность. Они обычно живут в глубоких горах или джунглях. Иногда появляются несколько зверей с высоким интеллектом. Когда их число слишком велико, скорее всего, произойдет прилив зверя. Этот звериный прилив потратит человеческие ресурсы впустую, не говоря уже о сокращении количества берсерков. По этой причине федеральные стражи охотились на этих разумных зверей. Оставшиеся берсерки либо убивали друг друга, либо прятались в джунглях. Крупномасштабного звериного прилива давно не было. Даже если бы были звериные приливы, это был бы только небольшой масштаб, как во время сухоа. В основном не было никаких опасных зверей. Однако на этот раз все было по-другому. То, как умные звери манипулировали другими зверями сзади, и аура нескольких зверей королевского уровня. Все эти знаки ясно показывали необычность этого звериного прилива. Какова была цель врага? Прежде чем они что-либо поняли, Джан Ян не осмелился сделать шаг. Он все еще ждал. Эти специализированные животные, эквивалентные эсперам, должны быть их основной силой. Если да, то появятся ли те, кто за кулисами, после этой волны? Хаотическая битва все еще продолжалась. Перед городской стеной было полно крови. Только две фигуры на стене были уникальны от остальных. Суха пытается прорваться, а Летянь-Тянь с закрытыми глазами. Какова ваша цель? Что это такое? Пробормотал Летянь-Тянь. С того момента, как произошел звериный прилив, он не переставал думать об этом. Он ничего не видел. Такого никогда не случалось с его талантом. Даже если он не сможет увидеть будущее, он все равно будет знать, что происходит. Но сейчас он был пуст. У его талантоспособности были проблемы? Нет. У Летянь-Тянь было предчувствие, что другая сторона не скрывала своей цели. Так же, как когда Суха столкнулся с энергетическим барьером, он ничего не мог с этим поделать. Если сила врага слишком сильна или у него есть техника, чтобы защитить себя, то Летянь-Тянь ничего не сможет сделать. Что это такое? Дождевая вода капала с его тела. Летянь-Тянь не заметил проблеска энергии в его глазах. Если бы это был акт зверя-берсерка, то это была бы огромная проблема. Чем сильнее существо, тем труднее его скрыть. Чтобы существо могло скрыть цель этого звериного прилива, его сила должна быть непостижимой. Чтобы иметь возможность контролировать всех этих зверей одновременно, как могла цель врага быть такой простой. Нет. Я должен это выяснить. Глаза Летянь-Тянь сияли. Жи-жи-жи-жи-жи-жи. Звук в его ухе медленно исчез, как будто мир погрузился в полную тишину. Появилась слабая тень позади Летянь-Тянь. Эта тень походила на портрет с размытым лицом. Пожалуй, единственной видимой частью были его яркие глаза. Небесный глаз. Фигура Летянь-Теня была статичной. Все вокруг начало ускоряться. Чтобы непосредственно предвидеть будущее, был шаг, который потребляет много энергии. Летянь-Тянь должен был построить мир будущего в своем теле. Это было не то потребление, которое Летянь-Тянь мог выдержать. Чем дольше период, тем больше расход. И теперь, когда он хотел увидеть главной в этой битве, почему она была заблокирована, бум. Время остановилось. Глаза Летянь-Теня расширились, а зрачки сужались. Как будто он увидел что-то невероятное. Бах. Окружающая сцена вернулась в исходное состояние. Из уголков его рта текла кровь. Его тело было настолько слабым, что он упал на землю. Его глаза все еще показывали недоверие. Как такое могло случиться? Что он увидел? Бум. Суха. Летянь-Тянь громко закричал. Его хриплый голос внезапно отозвался эхом в стене. А? Чжан Ян и Лан Тинксу резко повернулись и увидели встревоженного Летянь-Тянь. Суха. Летянь-Тянь задыхался. Что? Их цель. Суха. Фух. После того, как Летянь-Тянь выкрикнул это предложение, он больше не мог держаться и потерял сознание. Все сошли с ума. Даже Суха, который пытался продвинуться вперед, почти отвлекся на это предложение. Целью берсерков был он. Что это значит? Суха был озадачен. Прежде чем он успел ясно подумать, холодок начал окутывать Суха сзади. Убийственный умысел. Суха был поражен. Он хотел двигаться, но понял, что в настоящее время он превращается из модели в реальность. Если бы он отменил его сейчас, это сильно повлияло бы на него и его цели прорыва сегодня не было бы. Что мне делать? Суха начал быстро придумывать решение. Чжан Ян и Лан Тинксу, наконец, понял Летянь-Тянь. Оба быстро обернулись и увидели темную тень, появляющуюся позади Суха. Они отчетливо ощущали ауру профессионального эспира. Острый кинжал из темной тени был направлен в сторону Суха. Лан Тинксу выругался. Бум. Окружающий временный поток, казалось, был нарушен. Время и пространство остановились в эту самую секунду. Тем не менее, неожиданным событием было то, что черная тень, похоже, не была затронута этим, и ее скорость была все той же. В то время, Суха был в критический момент, чтобы прорваться и не мог двигаться. Это нехорошо. Лан Тинксу выругался в его сердце. Это нереально. Вжух. Черный кинжал все еще направлялся к Суха. Однако, когда расстояние было меньше сантиметра, кинжал внезапно остановился. Как ни боролась темная тень, она не могла пошевелиться. Бум. Затем черная тень была отброшена и ударилась о стену. Появилась белая фигура. Это был Байфын. Глядя на Суха, Байфын безразлично улыбнулся, в пользу содействия моему прорыву. Я верну его сегодня. Темная тень, которая изо всех сил пыталась подняться, заметила, что Байфын не обращает на нее внимания, и решила снова броситься к Суха. Тем не менее, он был снова взорван на полпути. Хэм, духовное состояние, бум. Байфын снова пнул темную тень и усмехнулся, твой противник это я. Духовное состояние было идеальным методом убийства. Возможность нейтрализовать практически любой ущерб, особенно в неожиданной ситуации. Естественно, это был идеальный способ убить кого-то. Для других это может быть трудным противником, но для Байфына, это была всего лишь шутка. Внешний вид Байфына спас Суха из этого кризиса. В это время у двух федеральных эпикунов появилась роскошь анализировать слова Летянь Тиня. Что это значит? Целью зверей был Суха. Почему? Это из-за потенциала Суха. Тем не менее, в федерации было много гениев, но никогда раньше не было такого огромного зверя. Какова была точная причина? Вы еще помните те времена в городе Фэнхуэй? Кажется, Джан Ян что-то вспомнил. Ты пытаешься сказать? Лан Тинсю поняла, что хотел сказать Джан Ян. Так вот в чем дело? Неудивительно, что они все еще могли наткнуться на зверей-берсерков в городе Фэнхуэй. Неудивительно, что они встретились Суха во время инцидента с аурой зверя. Возможно, это не совпадение, а цель врага. Все это время это был Суха. Использовать трех зверей уровня короля, чтобы уничтожить Суха. Если целью был Суха, то теперь все было ясно. Неудивительно, что Ли Тянь-Тянь не смог этого предсказать. Потому что время для атаки будет в то время, когда Суха будет пытаться пробиться в профессионального эспера. Враг ждал этого момента. Когда Суха-Саура как профессиональный эспер был раскрыт, это было бы время, чтобы напасть на город. Как они восприняли прорыв Суха в профессиональный эспер. Возможно, это работа какого-то зверя королевского уровня. Почему? Лан Тянь-Ксу не могл понять. Независимо от того, как он выглядел, цена, которую звери должны заплатить, чтобы убить Суха, была просто невероятной. Я тоже не уверен. Джан Ян холодно улыбнулся. Но, поскольку мы уже понимаем намерение врага, то эта битва будет интересной. Чем больше берсерк-звери хотят добиться успеха, тем больше мы гарантируем, что их план провалится. Независимо от того, что они хотят делать или как они боятся чего-то, мы никогда не сделаем их успешными. Разве они не пытаются остановить Суха? Этот папочка позаботится, чтобы Суха продвинулся. Бум, бум. Байфен убил убийцу. В то же время, сильная аура внезапно вырвалась из Суха. Профессиональная аура эсперов. Верхняя часть тела Суха внезапно превратилась во множество кубиков и вскоре стала моделью. Прямо сейчас Суха достиг критического момента своего прорыва. Суха, послушай меня. Джан Ян усмехнулся. Ваша цель – прорыв в профессиональный эспер для этого папы. Вам не придется беспокоиться о том, что происходит снаружи. Предоставьте их нам. Бум. Аура Суха как профессиональный эспер в очередной раз увеличилась. Это считалось ответом Джан Яну. Глава 475. Глава 475. Решение Лантингсу. Бум. Бум. Два федеральных стража спокойно оставались рядом с Суха. Так как они, наконец, поняли намерение врага, они никогда не позволят ему преуспеть. Появление убийцы темной тени ясно доказало, что звери с силой профессиональных эсперов присоединились к битве. Однако, как может быть только один. Ры-р-р-р-р-р-р. Гигантская черная обезьяна появилась в поле зрения толпы. Он стоял на высоте пяти метров, покрытый черной шерстью, твердый как сталь. Каждый шаг сотрясал землю. Глядя на толпу, он показал признак человечности. Умный зверь-берсерк. Наконец-то он появился. Хлоп. Черная обезьяна вышла из джунглей и быстро сбила гигантское дерево, которое было поблизости. Вжух! Прыгнув, черная обезьяна преодолела не менее 100 метров. Все, что его волновало, это Сухаа. Как будто он не заметил присутствие двух федеральных опекунов вокруг Сухаа. Вжух! Джан Ян собрал энергию в своей руке, когда он был готов сделать свой ход. Тем не менее, сильная и огромная фигура внезапно появилась из ниоткуда. Как черная молния, он ударил черную обезьяну. Бум! Человек и зверь, каждый сделал шаг назад. Кто это был? Толпа была ошеломлена. Черная обезьяна обладала мощной силой и была сравнима с профессиональным эспиром. С нападением и защитой, которые у него были, это было, по крайней мере, на среднем уровне профессионального эспира. Как этот зверь был вынужден отступить с ударом? Щелк! Сверкнула молния, и показалось лицо. Инструктор по естественному отбору, Джан Цан. Джан Цан ухмыльнулся, показывая бесконечное количество убийственных намерений. Бах! Прежде чем кто-либо успел заговорить, земля раскололась, когда перед сухо со стены неожиданно появился бронированный буровой зверь. Затем его изогнутое тело вытянулось, обнажив свое несколько метровое тело. Это хитрое выражение лица и улыбка. Еще один разумный зверь. Профессиональный эспир. Бронированный буровой зверь появился из стены с острыми когтями, нацеленными на сухо с сильным намерением убийства. Однако, бах! Из тени вдруг откуда ни возьмись раздался удар, и зверь отбросил броню. Бах-бах! Зверь ударился о стену. Повернув голову, он уставился на тень невредимым телом. Появилась еще одна фигура. Инструктор Шиша-Тянь. Господа, сказал Шиша-Тянь, оставьте этих зверей нам. В любом случае, старайтесь не делать ходов. А? Чжан Ян широко раскрыл глаза. Почему? Так как целью этого звериного прилива был сухо и враг сделал ход, почему бы федеральным стражам не сделать свои шаги, чтобы защитить сухо? Вы, ребята, не заметили, что эти берсерки заставляли вас двоих избавиться от них. Хотя я не знаю, почему, как эти умные звери осмелились сделать свой ход, когда они понимают твою силу. Они должны быть здесь, чтобы заставить вас использовать вашу энергию. Шиша-Тянь повернулся к королю зверей и спросил. Я прав? Ша-ша-ша-ша-ша. Зверь взревел от гнева и бросился на него. Ха-ым. Шиша-Тянь холодно ухмыльнулся и пошел к столкновению с ним. Над стеной Чжан Ян и Лань Тин Сюй посмотрели друг на друга. Они заметили достойный взгляд друг друга. Если эти неистовые звери действительно были здесь, чтобы потреблять их силу, тогда единственным объяснением был зверь королевского уровня. Должно быть звери королевского уровня вовлечены в этот звериный прилив. Путешествовать через пространство трещины они должны были потреблять огромное количество энергии, и их боевая эффективность должна быть уменьшена. Чтобы убить всех, звери-берсерки должны были убедиться, что у этих двух федеральных стражей иссякла энергия. Однако, сколько зверей королевского уровня были вовлечены в этот звериный прилив? Один, два или три? Думая о действиях этих зверей в городе Фэнхуи, федеральные стражи внезапно обернулись и посмотрели на этого молодого человека, который все еще находился в процессе продвижения. Суха, что заставило трех зверей королевского уровня убить тебя? Необъяснимо, тело Суха покрылось таинственным ореолом. Но возможно ли нам не сделать ход до конца, пробормотал Чжан Ян. Поскольку они знали цель, могли ли они удержаться от каких-либо движений? В городе Цзянхы сражались почти все, кто мог сражаться. Сила берсерков не была шуткой, особенно их защита. Таким образом, закончить бой в короткие сроки было невозможно. Так как они намеревались растратить энергию федеральных стражей, только два зверя будут посланы сюда, вжух. Две темные тени появились в воздухе. Тело с трехметровыми широкими крыльями с желтым оттенком на круглых глазах и парой острых когтей. Чёртов сокол с профессиональной силой эспира. Их было сразу двое. Эти звери ныряли с большой скоростью, которая почти разделила воздух пополам. Что это была за скорость? Почти мгновенно они прибыли раньше Суха. Такие нападения, кроме федеральных стражей, кто мог их остановить? Не сделать шаг? Чжан Ян вздохнул. Даже если бы они знали цель берсерков, они все равно ничего не могли сделать. Кроме них, кто еще в городе Цзянхы мог блокировать эту атаку? Жи-жи-жи-жи-жи. Бледно-золотая аура вспыхнула. Мгновенно ужасающая аура взорвалась на теле этих двух зверей, и они почувствовали, что попали под что-то ужасающее. Есть еще другие варианты? Чжан Ян был удивлен. Как страж федерации, он ничего не знал о силе этого города. Даже если сейчас эта столица, она все еще новая. Можно быстро развить город, а развить сильных эсперов можно только постепенно. Однако сегодня он стал свидетелем многих захватывающих дух вещей. В этом маленьком городе действительно было много сильных эсперов. 2. Уметь блокировать два удара, которые были эквивалентны профессиональным эсперам. Этого не могли достичь обычные люди. Кровавые соколы снова атаковали. Однако бледно-золотая аура снова прокатилась по ним, и они снова были поражены чем-то. Только на этот раз можно было наконец увидеть того, кто несет за это ответственность. На вершине стены неторопливо сидел мужчина средних лет и смотрел на поле битвы. Это он, Ливый, манипулятор ауры. Он знал этого человека. Сила Ливейса не нуждалась в упоминании. Он внес большой вклад в федерацию, и если бы не инцидент, нынешний Ливый, вероятно, тоже был бы одним из федеральных эпикунов. Чжан Ян никогда бы не подумал встретить его здесь. Глядя на Ливый, Лисинь радостно играла с черным быком. Чжан Ян и другие, наконец, поняли причину, по которой он появился здесь. Если это было так, как они думали, он должен быть в состоянии справиться с двумя профессиональными звери легко даже с его травмой. Город Цзянхи. Что это был за город? Вы все не должны делать никаких движений. Ливый неторопливо сказал, что только несколько разумных зверей – это не то, с чем мы не можем иметь дело. Однако в этот момент послышался странный звук. Все подсознательно смотрели в направлении звука. Бесчисленное количество черных змей появилось из леса и начало взбираться на стену. Самое страшное в них было то, что все они обладали профессиональной силой эспера. Хотя черные змеи были слабы и могли быть убиты одной ногой, факт оставался фактом, что они обладали силой эквивалентной профессиональной эспер. Черные змеи – ядовитые. Их защита была почти нулевой. Однако, когда они были убиты, их странная аура покрывала окружающих людей и заставляла токсины распространяться по всему телу, пока те не умирали. У черных змей был только шанс показать свой талант, который был в момент их смерти. Даже федеральные стражи не осмелились бы сделать шаг. В этот момент все были шокированы. С более чем сотнями черных змей, кто посмеет их убить? Возможно, после убийства одного из них эспер умрет. Как ни слабы были змеи, они были эквивалентны профессиональным эсперам. Любой обычный специализированный эспер не имел квалификации, чтобы противостоять им. Даже если кто-то хотел камикадзе, только профессиональный эспер мог сделать это. Убить их всех одним ударом, возможно, могли только эти два федеральных стража. Однако, если они сделают шаг, они умрут. Даже если они знали, что это ловушка, они должны были спрыгнуть со стены и противостоять зверям. Для Сухая, чтобы цель врага не была достигнута, одному из них пришлось пожертвовать собой. Чжан Ян сжал кулаки и был готов вступить в бой. Смерть? Он никогда не заботился о смерти. Единственное, о чем он сожалел, была его дочь. Чжан Ян вздохнул в своем сердце и сделал шаг вперед. «Позволь мне сделать это», — раздался голос Лан Тинксу. «А? Чжан Ян был ошеломлен. Твое существование в этом зверином потоке ценнее меня. Если я умру здесь, я смогу уменьшить наши потери до минимума», — Лан Тинксу сказал равнодушно. «Помоги мне позаботиться о смерти ся», — Лан Тинксу сейчас выглядело очень круто. «Атмосфера стала мрачной. Битва только началась, а они должны были потерять федерального опекуна», — Глава 476. Глава 476. «Звери уровня короля атакуют. Неужели нет другого выхода?» «Каждый почувствовал холод в сердце. Эти сотни черных змей теперь взбирались на стену. Если Лан Тинксу не сделает шаг и не позволит им достичь вершины, все, кто выше стены, будут убиты». Бах. Лан Тинксу сделала шаг вперед. Чжан Ян не перебивал его, потому что знал, что как только Лан Тинксю примет решение, он без колебаний сделает это. Никто не сможет остановить его, даже если он отправится на смерть. Бум. Ударила молния. Это было естественно в сильный дождь. Было ли это признаком скорби природы? Сердце толпы сжалось в отчаянии. Лан Тинксу протянул руку, и появился синий свет. Однако внезапно послышался странный голос, который поразил всех. «Вау, вау, ха-ха-ха, ха-ха-ха, не эти ли черные змеи?» Мужчина средних лет вдруг взобрался на стену и в экстазе любовался черными змеями. «Черт, это действительно черные змеи. Ингредиенты для папы». Мужчина средних лет вытащил какой-то предмет из-за спины. Когда толпа посмотрела яснее, они чуть не упали в обморок на месте. Это была корзина. Из рюкзака он достал корзину. Перед глазами каждого он небрежно показал странный предмет. Когда они увидели это, их почти мгновенно вырвало кровью. Змеиная сеть. «Черт, это была змеиная сеть. Это не обычные змеи, а черные змеи. Даже без его таланта способности, его сила все еще ужасающая. Этот человек действительно планировал поймать этих змей. Все чувствовали, что их мозг не может понять происходящее. Фактически, эти два федеральных опекуна были ошарашены. Лан Тингсу посмотрела на мужчину средних лет, который внезапно появился из ниоткуда. Даже если он был готов встретить свою смерть, он был ошеломлен этим человеком. Город Цзянхэ действительно был полон тигров и скрытых драконов. Но кто был этот человек? Бум, бум. Сотрудник Ассоциации Способностей Происхождения убил зверя. Оглянувшись назад, он мгновенно узнал личность этого человека. Мастер аптеки Чжан Чжун Тянь. Аптечный мастер Чжан Чжун Тянь? Это оказался именно он. Эта легендарная фигура действительно жила в этом маленьком городе. В интернете ходили слухи, что он был учителем Суха. Теперь казалось, что это правда. Когда его ученик был в кризисе, он решил прийти на помощь. Впрочем, в толпе были какие-то сомнения, когда они заметили Чжан Чжун Тяня. Он действительно был здесь ради своего ученика? Ха-ха-ха-ха, черные змеи. Чжан Чжун Тянь радостно спрыгнул со стены, и различные странные порошки начали распространяться под влиянием его энергии, которая заставила этих черных змей мгновенно ослабнуть. Бах, бах. Все они падали и боролись до смерти на земле. Аура этих зверей начала распространяться, но не принесла вреда Чжан Чжун Тяню. Мастер-фармацевт никогда не полагается на собственные силы, так как этот титул обладал собственной ужасающей мощью. Возможно, многим людям было бы наплевать на этого мастера-фармацевта. Однако сейчас никто не станет игнорировать его существование. Катастрофа, которой было достаточно, чтобы убить федерального опекуна, была легко преодолена. С этим аптекарем все было в порядке. Он был занят охотой на черных змей. Если бы однажды какая-нибудь сила случайно наступила ему на хвост, что бы случилось? Когда они подумали об этом, у них начали появляться мурашки. Ха-ха-ха. Под пристальным взглядом толпы Чжан Чжун Тянь радостно бросился со своей змеиной сетью. Это было довольно абсурдно, но смешно. Но никто не осмеливался его критиковать. Это звание действительно заслужено. Бум. Необузданная аура внезапно разразилась сзади. Чжан Ян и Лань Тянсю были немедленно предупреждены. Быстро обернувшись, они почувствовали облегчение. Только когда тот, кто излучал эту ауру, был Сухаа. Бум. Бум. Такая сильная аура. Аура профессионального эспера продолжала излучаться. Возможно, потому, что Сухаа уже был квалифицирован как профессиональный эспер. До этого внезапное извержение сделало его более мощным, чем любой средний профессиональный эспер. Во много раз он собирается совершить прорыв. Толпа обсуждала это между собой. Сухаа, специализированный эспер 9 уровня. Даже если он продвинулся, он должен быть только на один уровне. Он не должен сильно влиять на этот звериный прилив. Тем не менее, Сухаа, будучи целью, сделал свой прорыв очень ожидаемой сценой. Потому что все они знали, что в тот момент, когда Сухаа пересечет границу, битва определенно изменится. Несмотря на то, что они не знали, почему Сухаа был нацелен, им было ясно, что все скоро будет раскрыто. Бум, бум. Энергия в теле Сухаа вибрировала от возбуждения. Верхняя часть тела Сухаа была завершена. Однако его ноги все еще находились между состоянием реальности и моделью. В этот момент Сухаа, казалось, стал персонажем в компьютере. Вжух, вжух. Ноги Сухаа начали медленно меняться. Прогресс все еще был 30%. 9 минут. Сможет ли он продержаться до конца? Все посмотрели на мрачное небо. Бум, бум. Снова появились несколько профессиональных животных, эквивалентных эсперам. В этот момент элиты из Ассоциации способностей происхождения и федерации, наконец, прибыли и присоединились к полю битвы. Эти звери были немедленно перехвачены. Баланс битвы снова переместился на сторону людей. Однако, как долго это может продолжаться? Чжан Ян посмотрел на небо. Хотя он был покрыт черными облаками и проливным дождем, он мог ясно чувствовать, что действительно сильный зверь, наконец, был здесь. Бум. В небе начали образовываться трещины. Плотные черные облака мгновенно превратились в огромную дыру и начал формироваться странный красно-черный свет. Вжух. Вжух. Бум. Огромная ладонь появилась и разорвала отверстие пошире. Наконец, эта ладонь появилась из отверстия. Обе руки. Обе ноги. Ры-ры-ры-ры-ры-р. Огромный зверь-берсерк вышел из норы и раскрылся перед всеми. С десятками метров в высоту он имел крепкую фигуру и выглядел устрашающе, словно высокое здание. Медведь. Гигантский медведь. Бах. Этот огромный зверь выпрыгнул из ямы с большой высоты и приземлился прямо за городом. Бум. Земля сотрясалась так сильно, что могла сойти за большое землетрясение. Весь город Цзянхэ мгновенно пережил землетрясение 9-0 по шкале Рихтера. Земля треснула, и городская стена, которая стояла высоко и устойчиво, была разрушена в тот момент, когда этот гигантский медведь приземлился. Большая часть стены обрушилась, не делая никаких других движений, просто удара от его приземления было достаточно, чтобы достичь такого эффекта. За исключением частей, где стояли два федеральных эпикуна, другие части стены были повреждены. Все смотрели на этого гигантского медведя. Что это было? Хе-хе. Гигантский медведь улыбнулся и повернулся. Показав свое пушистое лицо, он на мгновение заметил поврежденную стену, прежде чем подошел. Земля дрожала с каждым шагом. Посмотрев на Чжаньян и Лан Типсюй, он вдруг ухмыльнулся. Эти два федеральных эпикуна давно не виделись. Намерения Чжаньян взлетели. Сделав большой шаг, он уставился на гигантского медведя впереди. Уверен, что это вы, зверь уровня короля, жестокий медведь. Бум. Все были ошеломлены. Король уровня зверя. Все быстро отступили. Перед такой махиной все было бессмысленно. Отступившие были жестоко затоптаны его ногой. От специализированных до профессиональных эсперов никому не было пощады. Даже те, кому удалось спастись целыми и невредимыми, получились серьезные ранения. Это была сила берсерка королевского уровня. Какое ужасное создание. Ранее, в городе Фэнхуи, эти звери использовали свою ауру только в попытке убить Сухаа. На этот раз они лично вступили в бой. Свирепый медведь посмотрел перед собой двумя красными глазами. Как будто он что-то заметил, его фигура остановилась. Когда все проследили за его взглядом, оказалось, что это Сухаа. Казалось, он забыл о существовании двух федеральных эпикунов и посмотрел на Сухаа, который сидел со скрещенными ногами. Его убийственное намерение взлетело до небес, и каждый мог почувствовать эту ауру. Вы, Сухаа, черт возьми. Глава 477. Глава 477. Защита. Бум. Убийство, наполненное безумием, почти вызвало толпу крвоти. Аура зверя королевского уровня была не тем, что они могли себе позволить, и Чжан Ян не остановил его. Он просто смотрел на зверя и смотрел ему в лицо. Для этих гениев, возможно, это даже поможет им вырасти. Лан Тингкс умахнул рукой в знак того, чтобы все отступили от стены. Эта битва обострилась до такой степени, что они больше не могли в ней участвовать. Если они останутся в том же районе, федеральные стражи могут отвлечься, пытаясь защитить их. Вскоре на городской стене остались только два федеральных стража и Сухаа. Все смотрели издалека. Чжан Ян почувствовал, что пришло время, и небрежно поднял палец. Поток ауры начал формироваться вокруг него, уничтожая ауру зверей, не оставляя следа. Давно не виделись. Вы до сих пор так же высокомерен, как никогда, сказал Чжан Ян. Хэм, Чжан Янг, жестокий медведь, показал след насмешливого выражения лица. Даже с его пушистостью можно было видеть его насмешливое выражение. Делать это для специализированного эспера, стоит ли? Этот вопрос должен был задать я, Чжан Ян холодно улыбнулся. Какова ваша цель? Хе-хе. Жестокий медведь громко рассмеялся. Это не то, что вы можете знать. Сегодня Сухаа умрет. Яростный медведь дико закричал, и его огромные лапы начали падать с большой высоты. Эти лапы покрывали несколько метров в ширину и мгновенно окружали Сухаа. Бум. Скорость была достаточно быстрой, чтобы создать ударную волну. Гигантские ладони были так близко к Сухаа, что толпа была поражена. Однако, когда они присмотрелись, то были шокированы, обнаружив, что лапы остановились примерно в метре над головой Сухаа. Чжан Ян небрежно протянул правую руку и нейтрализовал огромные лапы. Независимо от того, как сильно медведь приложился, он больше не мог двигаться ни на дюйм дальше. Это огромное тело создавало большой контраст по сравнению с Чжан Яном. Чжан Ян, насколько он был силен? Бум. Ужасающая сила вырвалась из его руки. Огромный медведь был отброшен назад импульсом, который он сделал несколько шагов назад, чтобы стабилизировать себя. Когда он восстановил свою устойчивость, расстояние было уже сотни метров. Только этим ты хочешь убить нас, людей? Ры-ры-ры-ры-ры-ры-р. Фигура Чжан Янга была полна импульса, когда он бросился к жестокому медведю. В процессе этого можно было видеть, что его тело становилось все больше и больше. Когда Чжан Ян достиг свирепого медведя, он превратился в льва-берсерка. Его тело больше не было неполноценным. Бум. 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 Когти Чжан Янга яростно скользнули вниз без колебаний. Его серия атак полностью подавила медведя и заставила его отступить на десятки шагов. Полностью вне досягаемости атаки Сухаа. Бум. В этот момент началась настоящая битва. Чжан Ян заставил жестокого медведя уйти. Толпа облегченно вздохнула. Разница в силе была не так велика, и Чжан Ян не боялся жестокого медведя. Тем не менее, было бы плохо, если бы битва началась здесь, так как Сухаа все еще был здесь. Он хотел защитить Сухаа, и единственный способ сделать это, начать последовательные атаки, чтобы заставить жестокого медведя уйти. Расстояние в несколько километров, ничто для буйного медведя. Но пока Чжан Ян был здесь, он мог забыть о приближении Сухаа. Это была абсолютная сила и уверенность федерального опекуна. Первому зверю короля уровня берсерка удалось помешать. Рев все еще продолжался издалека, и это был никто иной, как крик Чжан Яна и жестокого медведя. С обоими, обладающими огромной силой, нужно было бы перестать мечтать о победе. Лан Типсюй все еще стоял рядом с Сухаа. Он вообще не двигался. У него была четкая цель. Победить зверей королевского уровня не было его целью. Защита Сухаа была тем, чем он должен был заниматься. С тех пор, как появился первый, будет ли второй. Все посмотрели на небо. След кровавой ауры все еще распространялся, собравшись вокруг космической трещины. Бах, бах. Кровавая аура становилась все плотнее. Все почувствовали тяжелую атмосферу. Конечно же, зверь второго уровня короля вот-вот появится. Небо завибрировало. Когда кровавая трещина внезапно расширилась с увеличенной скоростью, она превратилась в круглые отверстия, похожие на черную дыру. В следующую секунду оттуда вылетела куча разноцветных лучей. Отверстие почти мгновенно вернулось в норму, оставив после себя следы кровавой ауры. В небе эти разноцветные лучи сгущались. Появилась огромная птица с красивыми крыльями и гордой осанкой. Это неправильно. Это была не огромная птица, а павлин. Пятицветный павлин. Мрачное небо, казалось, прояснилось. Красота его перьев ошеломила всех, поскольку они были так ослепительны посреди темноты. В этот момент, казалось, всех привлекала его красота. Все были ошеломлены. Все подсознательно смотрели спокойно и перестали дышать, опасаясь, что их может заворожить его красота. Пятицветный павлин нырнул в сторону Сухаа. Однако, Лан Тепсюй, наконец, переехал. Его фигура мгновенно исчезла. Когда он появился снова, он был на удивление на макушке. Лан Тепсюй нежно прижал ее крошечную головку. Бум! Его голова получила прямое попадание, заставив его приземлиться на землю. По сравнению с телом, голова была гораздо меньше. Даже после того, как он мутировал, эта характеристика все еще сохранялась. И теперь Пятицветный павлин имел огромное тело с вытянутой длинной шеей и маленькой головой. Бум! 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 Лан Тепсюй безжалостно топнул головой еще несколько раз. Все мгновенно проснулись от своего оцепенения. Глядя на нынешнее состояние этого павлина, какая его часть все еще привлекательна. Этот павлин теперь был не лучше цыпленка. Пятицветный павлин был разгневан. Он вырвался из локальной сети Тепсюй и бешено затряс крыльями, вызывая ее обратно, чтобы развернуть и стрелять из многих красочных световых лучей к локальной сети. Павлин расправил хвост. Красочные огни вспыхнули. Зеленый. Рана на его теле мгновенно восстановилась. Красота его перьев снова вернулась к своему пику, как будто они не получили никаких повреждений раньше. Фиолетовый. Бах! Земля образовала трещины и распространилась по окрестностям. Синий. Плотный ледяной дождь. Дождь конденсировался и образовывал кристалл лекельда в форме ножей, падая прямо на землю. Желтый. Сверкнул гром. Бум. Ужасающая молния сгущалась вокруг этой области, и этот павлин контролировал молнию, чтобы напасть на всех. Красный. Медь. Коричневый. Семь цветов и семь различных атак. Эта окружность в несколько сотен метров, казалось, стала полем пятицветного павлина. Его мощные атаки охватили всех. Включая лантипсюй и сухо. Бум. Бум. Целью этого павлина всегда был Сухоа. Даже если лантипсюй сорвали его, он до сих пор сохранил свою цель. Ты хочешь защитить себя или Сухоа? Если бы это были другие, они бы определенно колебались секунду. Ну а для лантипсюй нужно было колебаться. Хайм. Лантипсюй ухмыльнулся. Поток энергии конденсировался в его руке. Он целился в Сухоа. Сухоа был мгновенно заблокирован. Это было полувиртуальное пространство, которое окружало Сухоа в слабом свете. Как будто окрестности Сухоа больше не находились в одном пространстве. Даже когда дождь лил сверху, это не повлияло на Сухоа. Даже эта мощная семицветная атака прошла него. Они не нанесли Сухоа никакого урона. Это лантипсюй выстроил идеальную защиту. Бум. На земле виднелась кровь. Этой атаки было более чем достаточно, чтобы зацепить лантипсюй. Пятицветный павлин снова бросился в сторону Сухоа. Неожиданно, как раз в тот момент, когда он собирался взмахнуть крыльями и взлететь, лантипсюй схватил его за хвост и швырнул на землю. Что там спешить? Просто будь хорошим мальчиком и оставайся здесь. Лантипсюй вытер кровь с арта. Поскольку его не беспокоила травма, он смотрел на пятицветного павлина и блокировал каждую его атаку. Пространство было закрыто, и Сухоа был полностью защищен. Это гарантировало Сухоа попадание в любую случайную атаку. В противном случае, нападение этого павлина определенно не смогло бы выдержать Сухоа. Его миссией была защита Сухоа. Бум. Бум. Мощь лантипсюй была полностью раскрыта. Травма на теле совсем не отягощала его. Поскольку пятицветный павлин находился в пределах его досягаемости, он не мог вырваться на свободу. Зверь второго уровня был перехвачен. Сухоа наконец-то был в безопасности. Люди вздохнули с облегчением и посмотрели на Сухоа, который был в процессе преобразования из модели в реальность. Сухоа, прорыв быстро. И. Бах. Бах. Эта чертова космическая трещина снова отреагировала. Все насторожились. На самом деле был третий. Когда два федеральных эпикуна заняты, кто может устоять? Глава 478. Глава 478. Определение зверей-берсерков. Бах. Бах. Небо было разорвано на части, и из густых облаков появился зверь-берсерк со зловещим лицом. Его властная аура захлестнула толпу. Это был неизвестный берсерк со странным телом, покрытым красным светом. Тем не менее, некоторым удалось распознать его. Трехглазый зверь. Посмотрите на его глаза. Толпа удивленно подняла глаза. У этого зверя было три глаза. Дополнительный глаз был расположен между его парой глаз. И. Лангшин? Он не выглядит сильным. Кто-то сказал легким тоном, но никто не осмелился продолжить его слова. В то время как трехглазый зверь выглядел слабым, он все еще был зверем королевского уровня. В обычные дни они могли бы бросить несколько фраз, чтобы высмеять этого зверя. Однако сейчас ни у кого не было настроения это делать. С тех пор, как появился еще один зверь уровня короля, кто сможет подчинить его? Бах! Все наблюдали за двумя федеральными стражами. Лев-берсерк сражался на расстоянии. Этот непрерывный слабый рев был доказательством того, что битва продолжается. Что касается Лан-Тепсюй, он блокировал путь павлинов, который был немного дальше отсюда. Никто не сможет этого сделать, ждать. Бог-убийца, похоже, не беспокоится об этом. А когда они присмотрелись, Лан-Тепсюй даже не взглянул на этого трехглазого зверя, как будто его вообще не существовало. Он даже ни на мгновение не беспокоился о сухо. В этом случае, толпа не состояла из идиотов. Поскольку звериный прилив был давно предсказан, как могли эти федеральные стражи не подготовиться к этому. Может ли такое быть возможным? Бах! Небо загорелось и было полностью освещено. Это мрачное красноватое небо стало ярким, и толпа с трудом открыла глаза. Может быть, этот трехглазый зверь сделал свой ход? Все начали паниковать. Не кажется. Был один, кто использовал свой талант способности, чтобы вернуть зрение. Этот зверь, кажется, испытывает боль. Бум-бум. Грохот продолжался. Они ничего не знали об источнике этого звука. Однако красноватое небо быстро вернуло свою форму и вернулось в темноту. Толпе потребовалось некоторое время, чтобы восстановить зрение. Она исчезла? Нет, он не исчез, но он уплотняется. Бум. Они не могли не обратить свой взор обратно на небо и не заметить шокирующие открытия. Огромный огненный шар, похожий на клон солнца, горел в небе, заставляя дождь испариться и все, что в пределах нескольких сотен метров сгореть. Кто это? Толпа хотела бы знать. Бум. Колебалась ужасающая энергия. Огромный огненный шар тряхнул, а затем бросился вниз. Вжух. Огромный огненный шар диаметром 100 метров был размером с небоскреб. Огромный огненный шар летел на высокой скорости, и его целью был никто иной, как трехглазый зверь. Ша-ша-ша-ша-ша-ша. Трехглазый зверь был в ярости. Его третий глаз чувствовал себя очень болезненным из-за того, что ранее красный свет снова открылся. С плотной убийственной аурой, накопленной в этом глазу, красная энергия конденсировалась и образовала световой луч. Бум. Ослепительный красный луч света вырвался наружу, проникая в огромный огненный шар. Воздействие этих двух атак заставило мрачные, плотные облака рассеяться и очистить небо. Бесконечный красный свет распространился на окружающих и прокатился по воздуху в сторону. Стало трудно сказать из-за трехглазых зверей, убивающих луч света, или из-за палящего красного огненного шара. Однако, когда все подчинилось, небо стало ярким, и солнце, наконец, стало видно. Туман уже рассеялся, и вид за городской стеной мгновенно стал ясным. Тела мертвых зверей за стеной, волны зверей из глубокого леса, лев, берсерк и медведь сражаются на расстоянии и убивают бога, противостоящего павлину. Все стало супер понятно. Толпа не могла не проглотить слюну. Даже те, кто не был уверен в могуществе этих зверей королевского уровня, понимали, на что они были способны в этот момент. Слишком страшно. Одно движение и плотные облака рассеялись. Этот трехглазый зверь, который только что появился из космической трещины, был непосредственно поражен этим массивным огненным шаром и упал на землю, покрытую кровью. Очевидно, он был ранен в процесс. Прямо напротив него на нее холодно смотрел мужчина. Он был одет в черную рубашку с короткими рукавами и узором горящего огня поверх одежды. Это на самом деле он. Толпа была ошеломлена. Неудивительно, что эти два федеральных опекуна были спокойны. Оказалось, что они давно просили подкрепления у своих коллег. И это оказался чрезвычайно мощный эспир. Бог огня. Гэн Руй. Один из федеральных опекунов. Думаю, я приехал вовремя. Гэн Руй посмотрел на Лан Тепсю и ухмыльнулся. Всего одна птица, и ты не сможешь с этим справиться? Хэм. Лан Тепсю улыбнулся. Эррррррррррр. Трехглазый звери за всех сил пытался встать. Глядя на человека, который даже не взглянул ему в глаза, он сошел с ума, и красный свет начал сгущаться на его третьем глазу. Гэн Руй наконец-то немного смягчился. Хе-хе, ты наконец-то сошел с ума? Интересно, позвольте мне испытать, насколько силен зверь уровня короля. Эр-эр-эр-эр-эр. Свет начал сиять из третьего глаза зверя. В радиусе около ста метров вокруг зверя область, казалось, вошла в другой мир, когда красные пятна начали формироваться в регионе. Любое место, откуда можно было сбежать, было закрыто. Красные пятна сгустились, образуя маленьких зверей. Каждый из них бросился на него, когда зверь громко взревел, а его гигантские когти понеслись вниз. Он хотел убить Гэнруя одним движением. Интересно, оба кулака Гэнруя были охвачены пламенем. Бум! Пламя охватило весь регион. Один человек и один зверь столкнулись друг с другом, и каждый их шаг был сокрушительным. У Гэнруя, очевидно, было преимущество, но независимо от того, насколько слабым был трехглазый зверь, он все еще был зверем уровня короля. Даже сражаясь против федерального опекуна, потерпеть поражение не было чем-то, что произойдет в короткие сроки. Однако, по крайней мере, его перехватили. Этот результат заставил толпу вздохнуть с облегчением. Это человеческая территория. Был сильный эспер, который использовал свою запрещенную технику и защищал всю федеральную территорию. Обычные звери все еще в порядке, но чем дольше эти звери уровня короля остаются, тем больше будет отказ. Если они здесь в течение длительного периода времени, я боюсь, что они останутся здесь навсегда, произнес сотрудник из Ассоциации происхождения способностей. Таким образом, так что, пока мы будем упорствовать еще немного, они не смогут сопротивляться. Попытка вторгнуться на нашу землю это уже огромный риск, который они должны были принять, иначе человечество давно бы было стерто с лица земли. Этот зверь прилив не будет длиться долго. Толпа была потрясена. Отказ? Неудивительно, что мощный зверь-берсерк редко входил на человеческую территорию. Если это так, то они должны были знать об этом. Разве они не учли этот фактор, но будет ли четвертый? Лисинь внезапно задал этот вопрос. Мужчина ухмыльнулся, конечно же нет. Вы думаете, что звери уровня короля похожи на грибы, растущие на обочине дороги? Не должно быть и четвертого. Так вот оно что. Однако прежде чем толпа успела среагировать, с неба внезапно послышался странный шум. Кроваво-красные трещины снова начали образовываться. Когда они подняли глаза, их лицо было бледным, как у мертвеца. Как такое могло случиться? Король уровня зверя. На самом деле был четвертый. Бум-бум. На этот раз этот зверь появился быстрее, чем предыдущие три. В тот момент, когда они увидели его, он уже выскочил из космической трещины. Нехорошо. Выражение лица Чжан Яна и других резко изменилось. Они хотели броситься к ним, но эти звери столкнулись с ними. На этот раз вместо того, чтобы перехватить зверей, они повернулись. Четвертый. Как мог быть четвертый зверь? Бум. Без облаков его тело было открыто толпе. Все его тело сверкало. Его тело было синим и в форме коровы. Это был громовой зверь. Бум. С невероятной скоростью он атаковал сухо. На этот раз толпа широко раскрыла глаза. С появлением зверя четвертого уровня короля битва, казалось, закончилась. Это был еще один зверь королевского уровня. Глядя на трех федеральных стражей, которые были перехвачены, они знали, что на этот раз не было никакого отступления. Каковы были точные причины для четырех зверей уровня короля, чтобы убить сухо, можно было видеть их печальные взгляды. Переводя взгляд на сухо, который все еще сидел скрестив ноги, они почувствовали боль в своих сердцах. Теперь их единственной надеждой было то, что защиты лан-типсюй будет достаточно, чтобы защитить сухо. Хотя они хорошо знали, что это невозможно. Бум. Толпа не могла не закрыть глаза. Не в силах сдержаться, они вновь открыли глаза и были ошеломлены увиденным. Перед громовым зверем стоял молодой человек с ужасающим взглядом и блокировал его. И делал это одной рукой. Люди пребывали в шоке. На самом деле это был он. Как такое могло случиться? Этот мир сошел с ума. Глава 479. Глава 479. Король грома. Ветер дул под палящим солнцем. Город Цзянхэ выглядел так красиво после того, как плотные облака и дождь прекратились. За городской стеной. Кто это? Толпа взглянула на фигуру и была шокирована. Джоу Ван. На самом деле это был он. Как такое могло случиться? Все были ошарашены. Включая трех федеральных опекунов. Они знали, что молодые в настоящее время сильны, но были ли они в таком небесном царстве? Блокировать зверя одной рукой? Как ты могла так дразнить меня? Все смотрели на эту молодую фигуру с широко открытыми глазами, но в сознании этого тела две силы проходили ожесточенные противостояния. Бум, бум. Джоу Ван начал атаковать изнутри своего тела. Возбуждающая энергия начала поступать в сознание, и Джоу Ван смотрел в центр своего сознания. Это было ядро сознания, которое управляет телом. В прошлом Джоу Ван мог легко отдавать приказы своим сердцем, и тело слушало приказы. Тем не менее, в этот момент старик стоял там, чтобы блокировать его, и это был никто иной, как его собственный мастер. Бум, бум. С каждой частичкой силы Джоу Ван рванулся вперед. Старик небрежно щелкнул рукой, и появилась мощная аура. Так называемая тотальная атака Джоу Вана была мгновенно подавлена, и все его тело было уничтожено. Вжух, вжух. Цепи сознания запечатали Джоу Ванга. Он был заключен в тюрьму. Я никогда не позволю тебе взять под контроль мое тело. Слишком поздно. Голос старика оставался спокойным, но слышался намек на одиночество. Честно говоря, даже я не думал, что такой день настанет. В мире полно неожиданностей. Мастер. Джоу Ван был взволнован словами своих мастеров и старался изо всех сил для финальной борьбы. Сдавайтесь. Ух, старик вздохнул и радостно улыбнулся. Знаете ли вы, что возможность направлять вас – мое самое счастливое решение. Однажды я решил вторгнуться в твое тело, но ты никогда не отказывал мне. До тех пор, пока я буду говорить, ты будешь безоговорочно доверять мне. Если у вас есть какое-либо сопротивление или подозрение, возможно, я не достигну этой стадии. Однако, вы слишком наивны. Независимо от того, как я выгляжу, ты не квалифицирован, чтобы быть эспером. Возможно, мое решение избавиться от тебя будет лучшим. Однако я по-прежнему не хочу делать последний шаг. Поверьте, это действительно странная и замечательная вещь в этом мире. Учитель. Чжоу Ван дрожал всем телом. Он знал, что когда его учитель сказал эти слова, значит ли это, что, учитель, не надо. Чжоу Ван пытался бороться. Щелк. Старик осторожно поднял руку и прижал ее к колбу Чжоу Ванга. Бум. Сверкнул поток молний. Они были похожи на те странные узоры, которые Суха выводил из анализа своей модели. Каждая руна была построена с молнией и окружала Чжоу Вана. Из-за мощной ауры Чжоу Ван был полностью запечатан и обездвижен. Бум. Бум. Чжоу Ван попытался освободиться от молниеносного барьера без какого-либо эффекта. Запомни. Ты ученик королей грома. Эти символы молнии. Медленно понять их. Просто следуйте методу, которому я вас научил. И вы, естественно, сможете преодолеть барьер, когда поймете все эти символы. Если хочешь отплатить мне, встань на путь сильнейшего эспера и принеси это богатое наследие грома в высшую сферу. Вжух. Фигура старика внезапно исчезла, и Чжоу Ван стал эмоциональным. Глядя на уже исчезнувшую фигуру своего хозяина и его жалкое состояние, когда он не мог освободиться от молниеносного барьера, слезы начали капать ему на щеку. Мастер не ходит. Ты умрешь. В его сознании никто не мог услышать крик Чжоу Ван. Как это могло так закончиться? Чжоу Ван упал на землю из-за своей слабости. Силы учителя были сильны. Это был факт, который он знал, но на этот раз он столкнулся со зверем королевского уровня. Даже во время пикового состояния его хозяев, это был зверь, который мог столкнуться с его хозяином. Если бы Чжоу Ван был теперь профессиональным эспером, возможно, его мастер мог бы сражаться лучше. Но в настоящее время, он был просто специализированным эспером. С таким телом, как сила может быть сравнима с королевским зверем. Мало того, его хозяин все еще должен был защищать свое тело. В тот момент, когда его мастер попросил взять под контроль его тело, он мог видеть смерть своего мастера. Он пытался сопротивляться, но получилось вот так. Все знания достались ему по наследству. Почему все так закончилось, проревел Чжоу Ван. Может ли это быть, потому что я слишком слаб? Учитель, мне очень жаль. Чжоу Ван попытался пробить символы молнии и попытался расшифровать как можно больше. Даже если бы он был заключен здесь, он бы не сдался, потому что знал, что до тех пор, пока он сможет поглотить их, он сможет восстановить контроль над своим телом. Если его хозяин был еще жив, тогда он восстановил контроль над ним. Он должен остаться в живых до тех пор. Чжоу Ван стиснул зубы. Бум, бум. Человек, которого никто никогда не заметит, безумно впитывает все знания. Однако он никогда не задумывался о том, сколько из наследства оставил король грома. Возвращаемся в реальность. Рев, рев. Громовой зверь яростно увеличил свою силу молнии. Энергия вышла из его тела, но, казалось, не причинила никакого вреда этому молодому человеку перед ним. Эти ужасающие молнии, которые пугали толпу, были на самом деле просто игрушкой под рукой этого молодого человека. Это ты, громовой зверь, был разгневан. Он ни за что не поверит, что простой студент может довести его до такого плачевного состояния. В конце концов, он был гордым зверем уровня короля. Кто я? Чжоу Ван улыбнулся. Громко смеясь, можно было увидеть слезы из его глаз. Ха-ха-ха-ха. Да, кто я такой? Маленький ребенок. После всех этих лет, ты все еще не вырос? Я никогда не думал, что этот маленький ребенок в те дни действительно стал зверем уровня короля. Бум, бум, бум. Волны мощной ауры расширялись. Зверь грома был фактически отброшен Чжоу Ваном. Бум. Громовой зверь был подавлен? Кто был этот человек? Чжоу Ван? Невозможно. Все смотрели на эту гордую фигуру и необъяснимо у них было чувство гуманности сильнейшего эспера. Эти три федеральных опекуна были шокированы больше всего. Сегодняшнее событие полностью превзошло их ожидание. Огромный прилив зверей, бесконечное количество зверей уровня короля и появление скрытых могущественных существ изменили их мнение о городе Цзянхе. Эррррррр. Зверь грома поднялся из ямы, которая образовалась, когда он приземлился на землю. Человек, ты обречен. Гром зверь кричал независимо от того, кто вы, вам придется заплатить цену. За исключением короля грома, который умер много лет назад, кто еще может быть моим противником? Эрррррр. Молния. Зверь Грома просто произнес эти два слова и вдруг остановился. Вжух. Небо и земля сияли в этот момент. Он был настолько ярким, что ошеломил всех. Даже те эсперы, которые сражались на расстоянии, были затронуты этим. Тело зверей Грома остановилось. При таких условиях существовала только фигура. Джоу Ван не двигался, но из его тела появилась фигура старика. Правая рука старика внезапно крепко сжалась. Жи-жи-жи-жи-жи-жи. Белый свет, которого было более чем достаточно, чтобы покрыть весь город Цзянхи, на самом деле собрался и мгновенно сжался в руке старика. Мощная сила была произведена, когда он махнул правым кулаком. Бум. Зверь Грома получил удар головой и был серьезно ранен. Эта ужасающая сила почти уничтожила его. Однако, как бы ни было больно, это было несравнимо с его внутренним страхом. Это происхождение техники урагана. Ты, громовая птица широко раскрыла глаза. Теперь было ясно, что перед ним стоял не молодой человек, а фигура, которая всегда будила его из-за кошмаров. Вице-президент Колли Джачжанчжин, король Грома. Он не только был ошеломлен, но даже толпа была потрясена. Король Грома. Это оказался король Грома. Этот человек, который боролся за человечество и в конце концов умер вместе с бешеными зверями. Основываясь только на силе, он определенно был на одном уровне с любым федеральным опекуном. Этот сильный эспер был еще жив. Он не только был жив, но и казался более могущественным, чем прежде. В тот день твой отец потащил меня умереть вместе, чтобы спасти тебя. Я не ожидал, что ты дойдешь до этой стадии после стольких лет. Темпы роста зверей действительно неожиданны. Король Грома вспомнил один случай. Значит, тот, кто умер вместе с ним, был никто иной, как отец этих зверей. На сегодня, давайте закончим эту борьбу. Вжух. Зверь Грома получил последовательные удары, и в конце концов один из ударов достиг его сердца и убил его. Перед смертью в его глазах был виден только ужас. Глава 480. Глава 480. Решение происхождения. Зверь Грома был мертв. Страх прошлого. Сегодняшний страх. Именно в этот момент удар Грома Королей произвел лучший эффект. Бум. Труп Громового зверя упал и образовал гигантскую яму в земле. В воздухе повисла тишина. Мертв. Он просто так умер. Зверь уровня Короля, который мог повлиять на всю битву, действительно умер так. Все были ошеломлены. Можно было даже видеть, что остальные три зверя уровня Короля были обеспокоены и напуганы этой сценой. Был даже план отступления. Старик действительно убил зверя Грома, одного из гениальных берсерков, всего за несколько минут. Король Грома. Такой характер, который боролся против старшего поколения их отцов, как они могли столкнуться с таким человеком. Берсерк Звери. Они боялись, если этот человек перед ними был действительно сильный. Эта битва больше не имела никакого значения. Однако в это время никто не ожидал, что тела Королей Грома действительно начнут трескаться после смерти, а странные рунические линии обретут форму. Ха-ха. Он израсходовал все свои силы. Трехглазый зверь увидел это с одного взгляда. Поэтому он больше не мог настаивать. Пятицветный павлин был потрясен. Он израсходовал все свои силы. Жестокий медведь ухмыльнулся. Бум. Энергия начала подниматься. В этот момент никто не смел пошевелиться. Берсерки боялись последствий. Вот почему они не решались действовать. Толпа с тревогой наблюдала за происходящим. Пока у них не было времени праздновать воскрешение Королей Грома, этот предшественник снова исчезнет. Бум. Бум. Тело Короля Зверей превратилось в виртуальное и было преобразовано в частицы энергии, прежде чем оно постепенно распалось в ничто. Теперь его было трудно разглядеть, потому что он был полупрозрачным. Однако на его лице появилась улыбка. Его одинокое достижение и счастливый побег от смерти с помощью разделения душ заставили его забыть о своей долгосрочной цели. Он был переполнен такой жадностью, что даже планировал завладеть телом своих учеников. К счастью, появление зверей уровня Короля разбудило его, что напомнило ему о его предыдущем «Я». Наследство – это было возможно. Захват тела – это тоже было возможно. Но до всего этого он должен был помнить одну вещь. Он был человеком. Ранее он погиб, сражаясь с берсерками. Поскольку будущее человечества не может быть определено самим собой, почему бы не передать эстафету молодежи? Почему бы не дать этим талантливым шанс? Возможно, среди этих гениев был бы один, способный вывести человечество на следующую ступень. «Я человек», – прошептал Король Грома, и его последняя улыбка запечатлелась в сознании каждого. «Пора покончить с этим». Щелк. Как звезда, он растворился в воздухе. Тело Короля Грома превратилось в бесчисленные частицы энергии и пронеслось по окрестностям, которые затем мгновенно покрыли весь город Цзянхи. Весь город был как во сне, наполнен этими частицами. Решение происхождения. Решение происхождения. Каждое тело эсперов было наполнено ужасающей энергией. Особенно это касалось профессиональных эсперов. Когда эспер умирал, энергия рассеивалась, как будто ничего и не существовало. Однако был способ спасти их. И это было не что иное, как решение происхождения. Решение происхождения превратит каждый бит энергии внутри тела в частицы энергии, и любой человек, который войдет в контакт с частицами, испытает всплеск энергии. Этих частиц было определенно более чем достаточно, чтобы изменить жизнь бесчисленного множества людей. Однако в этом мире немногие прибегли бы к этому. В конце концов, решение происхождения было чем-то, что было трудно освоить. Понять это можно было только в профессиональном мире эсперов. Кроме того, как только это будет использовано, тело рассеется, и не будет никаких шансов на выздоровление. Человечество. Можно ли возродиться снова? Раньше, может, и нет. Но теперь, со всеми способностями происхождения, рожденными в этом мире, и, возможно, в какой-то момент в будущем, возможно, будет возможно перевоплотиться снова. Что, если человек действительно может возродиться? Решение происхождения исключило бы любой шанс на это. Поэтому, если у кого-то нет сильной воли и большой решимости, никто не будет прибегать к решению происхождения, которое, казалось бы, не помогает. Король Грома. Он сделал это. Люди дрожали, находясь в ожидании. Это было потому, что они знали, что с этим решением происхождения от короля Грома будущие города Цзянха изменятся. Через некоторое время в будущем весь город будет наполнен гениями, которые изменят будущее человечество. Вжух! С неба упала фигура. Это был никто иной, как Джоу Ван. Ли Синь быстро вскочил и подхватил его тело. Как он? Спросила Чинь и Жань. Все еще жив. Ли Синь вернулся и посадил Джоу Вана на заднее сиденье машины. Он уже поместил туда еще одного человека, и это был никто иной, как упавший в обморок ли тянь-тянь. Все было тихо. Зверь Грома был мертв, и такое событие стоило отпраздновать. Однако смерть короля бросила густую тень на их сердце. Это все из-за битвы. Битва между человечеством и берсерками. Даже такие сильные эсперы, как он, тоже могут упасть. Бум! Король Грома умер. Это означало, что эти три зверя королевского уровня снова восстановили боевой дух. Битва разразилась снова. В этот момент Сухао сидел на стене, скрестив ноги, и выглядел таким одиноким. Это битва. Сухао вообще не участвовал. Сможет ли он действительно изменить ход битвы? Никто не знал, почему звери напали на него. Никто не знал истинной причины. Все казалось неразгаданной тайной. Тайна будет раскрыта только после окончания звериного прилива и прорыва Сухао. Снова вспыхнули волны энергии. Аура профессионального эспера снова начала проявляться. Ноги Сухао, или, если быть точным, вся его нижняя часть, наконец, начали завершать последний шаг. Моделирование. Реальность. Тело Сухао непрерывно мигало. Где-то в его теле он превратился в бесчисленные частицы энергии, прежде чем вскоре вернулся в свое первоначальное состояние. Моделирование. Тест. Дедукция. Сухао продолжал повторять этот процесс в безумии. Он проснулся. Даже когда он не двигался, он ясно чувствовал движение снаружи. Он закрыл все свои чувства, чтобы добиться прорыва. Однако по мере того, как он приближался к профессиональному эспер, его сила медленно возрастала, синхронное воспроизведение активизировалось без его ведома. Нет. Если быть точным, он не активировал его. Все изменилось. Ему не нужно было активировать его, и он не требовал никакого потребления энергии. До тех пор, пока он будет находиться в радиусе 100 метров, он сможет автоматически использовать все частицы энергии в окружающей среде, а затем автоматически построить временную модель синхронного воспроизведения в своем уме. Мастер Джоу Ван знал это. Во время летних каникул он однажды подумал, что найдет время, чтобы решить вопрос о мастере Джоу Ван и поборется за идеальный конец. Он избавится от мастера Джоу Ванга, защищая его. Но он никогда не думал, что парень, которого он всегда хотел уничтожить, окажется вице-президентом Колледжа Чжанчжин, герой. К тому же в последний момент он пожертвовал собой ради человечества. После такого поступка назвать его святым было бы даже не преувеличением. Может это из-за берсерков? Сердце Суха было потрясено этим. Человечество и берсерк-звери. Что за ситуация обострилась до того, что король Грома прибегнул к этому шагу? Суха никогда не верил в тех, кто хотел достичь бессмертия. Если бы короля Грома не было в этой ситуации, если бы звериный прилив не существовал, Джоу Ван определенно был бы проглочен своим хозяином. Но не сейчас. Это не просто а царь Гром передумал. Что более важно, находится ли человечество в невыгодном положении. Когда он подумал об этой возможности, Суха задрожал. Человечество всегда было на вершине пищевой цепи, а обезумевшие звери были просто лакомством. Тем не менее, нынешний звериный прилив и сумасшедший ход королей Грома убедили его в чем-то. Нынешняя федерация. В какую ситуацию он попал? Прорыв. Он должен прорваться. Суха остиснул зубы. В этот момент не должно быть никаких отвлекающих факторов. Независимо от того, к какому выводу пришли люди или обезумевшие звери, он не мог позволить себе роскошь испытать ни то, ни другое. Даже если он волновался, он должен был это вынести. Самое главное, что нужно сделать сейчас, прорыв. Продвижение в становлении профессионального эспера. Бум. Бум. Формула для преобразования была, наконец, завершена. Все, что осталось, это дедукция, тесто и окончательная интеграция. До тех пор, пока он выполняет эти шаги, он будет успешно прорываться. Три минуты. Самое большее, это займет всего три минуты. Я должен настаивать. Сухо окричал себе в сердце. Никто и представить себе не мог, какое давление он сейчас получает. Звериный прилив все из-за него. Можно даже сказать, что король грома пожертвовал собой, чтобы спасти Сухоа. Как при таких условиях он мог не чувствовать давления. Глава 481. Глава 481. Грани отчаяния. Вина. Позор. Раскаяние. Гнев. Волнение. На Сухоа влияли всевозможные сложные эмоции. В такой ситуации ему пришлось заставить компьютеры контролировать свои эмоции, чтобы оставаться спокойным. Только будучи спокойным он мог анализировать все формулы. Если он этого не сделает, то споткнется и сойдет с ума. В конце концов, он всего лишь человек. Три минуты. Сможет ли он продержаться до тех пор? Конечно. Вторжение четырех обезумевших зверей уровня короля было определенно не тем, чего они ожидали. Даже если бы противник предсказал, что Чжан Ян может вызвать подкрепление, они бы никогда не догадались о существовании мастера Чжоу Вана. Таким образом, зверь четвертого уровня короля, зверь грома был определенно последней козырной картой. Так как это было так, не должно быть никакого нового зверя уровня короля, появляющегося снова. Пока эти трое федеральных стражей продержатся три минуты, все будет кончено. Бум, бум, бум. Битва зашла в тупик. Исходя из этой ситуации, не говоря уже о трех минутах, даже после тридцати, эти звери не смогут вырваться на свободу. На этот раз они выиграли битву. До тех пор, пока Суха завершит свой анализ, они будут чувствовать облегчение. Однако, прежде чем они смогли возбудиться, снова послышался странный звук. Этот знакомый звук мгновенно заставил их побледнеть. Возможно ли это? Бах, бах. В небе снова появилась кроваво-красная космическая трещина. Остался еще один? Абсурд. Этого просто не может быть. Берсерк пятого уровня? Может ли это закончиться раньше? Неужели звери королевского уровня так легко растут, как капуста? Неужели эти звери сегодня приняли не то лекарство? Такие сильные звери, и все же так отчаянно хотят послать сюда. Это был обычный город. Все, что они могли делать, это молиться, наблюдая за трещиной, которая пыталась открыться. Если следующий появится не зверь уровня короля, у них все равно будет шанс выжить. Надеюсь, что это не зверь пятого уровня короля. Все в тревоге уставились на трещину. Бах, бум. Из космической трещины появилась черная фигура. Лица людей побледнели. Даже трое федеральных стражей тоже были шокированы. Король зверей пятого уровня? Нет. На этот раз их было сразу двое. Зверь пятого и шестого уровня. Резкий свистящий звук начал распространяться по окрестностям. Две черные фигуры прорвались сквозь щели и оставили за собой след черного света. Птерозавр. Они были результатом мутации некоторых видов птиц, и их таланты были одними из лучших среди берсерков. Была ли это их мудрость или сила? Они превзошли своих сверстников с большим отрывом. А теперь эти двое звери королевского уровня. Пара птерозавров. Были ли они последней козырной картой берсерка? Они безумцы. Почему они прибегли к такому шагу? Вжух. Птерозавры широко расправили крылья. Они были так огромны, что почти закрывали небо, погружая город Цзянхэ в темноту. Даже не нападая, эти птерозавры показали свою мощь. А-а-а-а-а! Вопль печали. Когда птерозавры увидели труп зверей грома, они закричали от горя. Эта ужасающая аура, исходящая от них, заставила сердце толпы подпрыгнуть и отступить на несколько шагов. Те, кто был готов перехватить этих зверей, внезапно остановились. Боялись ли они? Нет. Никто не испугался. Однако, судя по ауре, они уже едва могли противостоять ей. Если они попытаются подобраться ближе, то могут умереть, ничего не сделав, или даже приблизиться к зверям. Как они могли послать себя на смерть? А-а-а-а-а-р! Два резких крика этих двух птерозавров были наполнены гневом. Расправив крылья, они устремились прямо на суха, один справа, другой слева. В этот момент воздух, казалось, раскололся пополам от их прыжка. Может ли оборона ланти псуи противостоять им? Как раз тогда, когда толпа возлагала некоторые надежды на защиту, вжух, птерозавр быстро пронесся мимо и космический домен треснул, вжух, еще один взмах крыла другого птерозавра, эти черные крылья, казалось, превратились в страшное оружие, другие были беспомощны перед этой космической областью, но она была как бумага перед парой крыльев, бум, толпа больше не могла смотреть на эту сцену, блин, насколько сильны были эти две птицы, вжух, вжух, две черные линии переплелись в воздухе, птерозавры снова окружили сухо и атаковали, их скорость была слишком высока, чтобы можно было разглядеть их тела, мощные ауры сомкнулись на сухо, я умру, сухо впал в депрессию, он проиграл, полное поражение, даже если были приготовления, даже если было три федеральных стража, эти шесть зверей уровня короля уничтожили надежду человечества, я умру, сухо почувствовал, как два плотных смертоносных намерения, устремились к нему, и в этот момент никто не мог ему помочь, поскольку федеральные стражи были заняты перехватом других зверей, у них не было никакой роскоши, чтобы спасти сухо, две минуты, всего через две минуты он совершит прорыв, он никогда не был так близок к тому, чтобы стать профессиональным эспером, что теперь делать, отказаться от своего прорыва и увернуться, это возможно, как он мог уйти от такой скорости, в конце концов, это были два зверя королевского уровня, Если это была техника происхождения, возможно, он мог бы попробовать, но физическая атака, крылья, сухо был уверен, что как только он активирует мир циклов, его разорвут на части острые крылья, его мозг думал со скоростью электричества, часто говорили, что в последний момент смерти все в их жизни прокручивается в голове, как в кино, и вот теперь сознание сухо переживало такое событие, мышление это то, чего человечество может достичь быстрее всего, он даже превосходит любой компьютер, который может обрабатывать сложные вычисления, и теперь сухо думал о решении с невероятной скоростью, в этот момент он потерял счет планам, о которых думал, и избавился от них в следующий момент, потому что, какой бы план он не принял, основываясь на своем анализе, он все равно умрет, смерть единственный способ, как жаль, сухо был полон сожалений, однако именно в это время он почувствовал внезапный холод, который был эквивалентен метели, когда сухо присмотрелся, его лицо изменилось, ченижань, это оказалось ченижань, когда все не осмелились пошевелиться, ченижань тихо подошла к нему, не колеблись, она сделала ход против этих двух птерозавров, и тот самый ход, который она сделала, был снежным ледяным миром, который имел самый большой масштаб, сухо и ченижань охватил сильный холод, она действительно создала вокруг них мир снега и льда, быстро, убирайся отсюда, сухо был очень сильно обеспокоен, в этот момент какой смысл посылать себя на смерть, вжух, черные фигуры вошли в ледяной снежный мир, было ясно видно, что скорость этих двух крылатых зверей замедлилась, они замедлили ход, однако через мгновение они вернулись в нормальное состояние, момент замерзания не продлился и секунды, глядя на приближающихся зверей, ченижань просто спокойно стояла перед сухо и улыбалась, что с того, что это было меньше секунды, по крайней мере, это имело некоторый эффект, в это время сухо наконец понял, что он забыл, он знал, что ему нужно всего две минуты, но другие этого не знали, все, что они знали, это то, что он может в любой момент приблизиться к источаемой имауре, ченижань пыталась выиграть для него время, вот глупая девчонка, сухо почувствовал острую боль в сердце, он хотел быть как главный герой в аниме и сделать мгновенный прорыв, чтобы убить зверей перед ним, но он знал, что это невозможно, в этот момент, даже если он приблизится, ченижань будет мертва, стоило ли все это того, в тот же миг с его стороны раздался крик, когда сухо перевел взгляд на другую сторону, его разум был ошеломлен, этот парень, ааааа, осмелитесь запугать моего босса, этот молодой мастер сегодня будет есть шампуры птерозавров, какая-то фигура преградила путь сухо, и он без колебаний нанес удар, никто не заметил, что прямо сейчас в глазах левейса вспыхнул золотой огонек, бум, сила, которая потрясла всех, вырвалась из рук лисеня, иди и умри, бум, бум, под всеми потрясенными взглядами, два птерозавра были немедленно отброшены этим кулаком, Ледяной снежный мир ченижань принес достаточно времени, и внезапная вспышка лисень уничтожила этих двух птиц, все кончено, рраааао, рраао, два крика птиц лишили их надежды, две черные фигуры снова появились без каких-либо повреждений, в конце концов сила лисень была слишком слаба, ну и что, что это был стократный критический удар, расстояние между ним и зверями было очень велико, два птерозавра были явно разгневаны, Когда птерозавры летали по небу, многочисленные черные тени появлялись, когда перья покидали их тела. Вскоре вокруг них плавали бесчисленные острые перья. С криком черные тени устремились вниз. Глава 482. Глава 482 грациозна, как богиня, что с того, что Лисинь может нанести критический удар такой атакой. Не говоря уже о том, что Лисинь лежал на земле, как дохлая собака. Босс, на этот раз я больше ничем не могу помочь, Лисинь лежал на земле, хватая ртом воздух. Чинижань сидел рядом с Сухао и тихо сопровождал его, как в те великие старые времена, когда они были в школе. По крайней мере были вместе. Они проиграли, всем было грустно. Когда они ясно увидели, что Сухао собирается наступать, они действительно проиграли в такой критический момент. Шесть зверей уровня короля. Все смотрели на разворачивающуюся перед ними сцену с неохотой. И сейчас, внезапно похолодало. Этот холод снова появился. Чинижань. Может быть, она ведет свою последнюю борьбу? Когда они подняли глаза, то увидели только Чинижань, тихо сидящую рядом с Сухао, и она не казалась ответственной за это. Если это не Чинижань, то кто? То, прежде чем толпа успела сообразить, кто это, темные перья приблизились к этим юнцам. Меньше чем за секунду. Бум. Эти черные перья покрывали Сухаоо и остальных. Бум. Как раз в тот момент, когда перья были готовы соприкоснуться с ними, необъяснимый холод вспыхнул. Падал снег, и летающие перья странно замерзли и упали на землю. Все они замерли в одно мгновение. Такая атака от зверей уровня короля была фактически заморожена в этот момент. Птерозавр взревел и пробормотал что-то нечленораздельное. Он не реагировал импульсивно, потому что мог чувствовать ужасающую ауру. Послышались четкие шаги. Все были в ужасе. Эти шаги, если бы это был человек, сигнализировали бы о другом сильном эспере. За стеной, которая теперь была покрыта снегом, кто-то небрежно шел по снегу. В тот момент, когда вы увидели фигуру, она была такой красивой. Зрение толпы изменилось. Даже федеральные стражи тоже присматривались. В тот момент, когда появилась тень человеческой фигуры, их лицо сильно изменилось. Однако никто не ожидал, что больше всего побледнеют именно федеральные стражи. Это ты? Чжан Ян почувствовал покалывание в голове. Вы до сих пор живы? Лан Типсюй посмотрел на нее в шоке. Грациозная фигура неторопливо подошла сюда и гордо встала перед толпой. Словно сошла богиня, ее голубое платье ошеломило всех. На самом деле, Гэн Руи почти выкрикнул ее имя вслух. Девушка-демон Суван. На этот раз Суха избежал опасности. Тем не менее, три федеральных стража были в шоке. Как будто по сравнению с спасением Суха, жизнь Сувана была гораздо большей проблемой. Почему я не могу жить? Суван небрежно шагнул вперед. Звук падающего на землю снега в этом мире льда и снега был очень приятным. Щелк, щелк. Бесчисленные черные перья перед ними мгновенно превратились в кристаллический ледяной порошок и растворились в воздухе. Атака двух мощных зверей уровня короля была уничтожена, как будто они были ничем. Трое федеральных стражей были крайне встревожены. Они не только должны были усмирить этих обезумевших зверей, у них теперь была еще одна цель, о которой нужно было позаботиться. Суван, эта девушка-демон, почему она появилась здесь, что она собирается делать? Суван подошел к Суха. Остановите ее. В панике закричали федеральные стражи. Остановить ее? Кто мог остановить ее? Остановить ее? Ли Синь, казалось, боролся, чтобы встать, но Чинь и Жань ударила его в ответ. По сравнению с федеральными опекунами, он больше верил в своих товарищей по команде. Но с другой стороны, он чувствовал, что видел ее прежде, чем она показалась знакомой учителю в школе. Поскольку его мозг был сделан из куска пасты, Ли Синь больше не думал об этом. Когда Суван приблизилась к ним, она улыбнулась своему ученику, а затем перевела взгляд на Суха. Суха, выражение ее лица было наполнено глубокой мыслью и чувством потери. Через мгновение только она произнесла еще минутку, что она имела в виду. Толпа была потрясена. Они мгновенно поняли, что она имеет в виду. То, о чем она говорила, было ничем иным, как прорывом. У Суха оставалась всего минута, чтобы закончить его. Эти ее слова мгновенно разожгли сражение. Все обезумевшие звери немедленно бросились в этом направлении. Однако эти трое федеральных стражей настояли на том, чтобы держать этих тварей на расстоянии. Теперь все, что они могли сделать, это поверить в Сувана. Вспыхнули два световых луча. Чей Нижани Ли Синь были отосланы Суванем. Над стеной были только Суха и Суван. Эти два крылатых зверя наконец вырвались из снега и с громким ревом бросились к Суха. Однако, когда они нырнули вниз, все, что они могли видеть, были бесконечные кристаллы льда. Бум, бум. Эти ледяные кристаллы преградили им путь. Когда птерозавры бросились к этим ледяным кристаллам, по всему их телу пробежал холодок, и казалось, что они замерзли. А-а-а-а-а-р. Эти два птерозавра были явно разгневаны. Глядя на Суван, стоявшую перед Суха, они снова закричали. Поняв, что они не могут сравниться с ней, эти два птерозавра уставились друг на друга. В тот же миг они начали летать по небу, и черные и пурпурные лучи света слились воедино. Когда световые лучи больше не были освещены, перед ними появилась огромная фигура. Два птерозавра слились воедино. Толпа была ошеломлена. Будь ты проклят. Так что это было не просто человечество, имеющее все виды странных способностей таланта. Даже обезумевшие звери были такими же. Эти звери действительно могут слиться воедино. Однако что это за слияние? Трансформер? Когда они слились вместе, они фактически превратились в гуманоидную форму, как те герои в фильмах, одетые в фиолетовые, черные доспехи. Если бы эти птерозавры были сильнее, чем предыдущие звери уровня короля, то текущий слитый зверь был бы по крайней мере в 10 раз сильнее. Может быть они использовали какую-то запрещенную технику, чтобы убить суха? Итак, берсерки предпочли бы пожертвовать будущим двух могущественных зверей уровня короля? Неужели эти звери сошли с ума? Вжух! Птерозавр шевельнулся. Он мгновенно исчез и появился рядом с суха, направив вниз железный кулак. Бум! Появилось зеркало из ледяного хрусталя. Путь этому птерозавру снова преградили, и его удар пришелся на зеркало. Ожидаемой сцены разбиения зеркала на многочисленные осколки не произошло. Железный кулак словно приземлился на горшок с теплой водой. Эта мягкость полностью нейтрализовала его атаку. Вжух! Этот горшок с водой мгновенно замерз, заморозив птерозавра и превратив его в огромную массу ледяного кристалла и поймав его живым. Однако он быстро расправил крылья и мгновенно разбил ледяные кристаллы. Эр-эр-эр-эр-эр. Его скорость снова увеличилась. Превратившись в поток черных линий, он устремился к суха. Холодный свет вспыхнул в руках Суван, когда она слегка подняла их. Бум! Земля содрогнулась. Как только можно было почувствовать ужасающие колебания энергии, окружающая толпа изрыгала кровь, поскольку они не могли противостоять ей. Когда они снова посмотрели через стену, то были ошеломлены этой сценой. Суван все еще стоял перед суха, но перед ними был огромный айсберг. Правильно айсберг. Это была не техника происхождения, или любой особый ход. Это был простой ход, использующий ее талант. Огромный айсберг мгновенно блокировал птерозавра. Этот огромный айсберг был как огромный барьер, разделяющий мир на две части. Столкновение птерозавра с айсбергом привело к образованию огромной дыры, но это было не что по сравнению с размерами айсберга. Кроме того, отверстие было мгновенно исправлено. Эр-эр-эр-эр-эр. Птерозавр снова разозлился. Даже если это был не человек, он не мог понять поступок Сувана. Зачем она это сделала? Хотя она защищала Сухая, в то же время трое федеральных стражей остались снаружи от айсберга. Если птерозавр будет сотрудничать со своими товарищами, они, скорее всего, смогут убить федеральных стражей. Если птерозавр нападет на федеральных стражей, будет ли айсберг удален? Ввиду этого зверя он придумал замечательный план. Птерозавр начал атаковать федеральных стражей. Однако айсберг все еще стоял высокий и неподвижный. Она даже не позаботилась о жизни этих трех федеральных стражей. Трое федеральных стражей посмотрели друг на друга и горько улыбнулись. Хотя они не знали, почему Суван поможет им, они никогда не были на том же пути, что и Суван. Бум! Бум! Птерозавр снова сменил цель на айсберг. Какой смысл убивать этих нескольких федеральных стражей? Они заплатили огромную цену, имея в общей сложности шесть зверей уровня короля. С таким количеством потребляемой энергии, все, чего они могли достичь, это убить этих федеральных стражей. Их целью всегда был Сухаа. Бум! Бум! Птерозавр использовал все известные ему методы и направил их к айсбергу. Глава 483. Глава 483. Это ты? Бум! Каждая атака Птерозавра сотрясала весь город. Толпа была ошеломлена. К счастью, айсберг Сувана был там, чтобы блокировать атаку. Если бы это было не так, этот зверь, вероятно, уничтожил бы город Цзянхы одним ударом. Слишком страшно. Насколько силен был этот Птерозавр, никто не знал. Однако, для двух зверей уровня короля, чтобы слиться вместе, что это за шутка? Если Суван столкнется с ними лицом к лицу, он не побледнеет в сравнении с ними. Однако его работа защищать. Подняв правую руку, она начала излучать бесконечную энергию. Суван молча поддерживал айсберг и блокировал любую атаку, направленную на Сухаа. Бум! Бум! Айсберг рассыплется и мгновенно восстановится. Птерозавр несколько раз взлетал и даже не видел конца айсберга. Это был айсберг без конца. Однако никто не заметил следов крови в угол керта Сувана. С его силой он должен был противостоять атакам двух зверей королевского уровня, которые слились вместе. Ведь это было слишком. Вжух! Суван мгновенно убрал кровь, не оставив и следа. Никто этого не заметил. С безразличным выражением лица он стоял перед Сухаа, как памятник. Осталось еще 30 секунд. Он должен был упорствовать до конца. Тем не менее, он не знал, что есть человек, который знает обо всем вокруг, хотя он не мог двигаться и все его чувства были запечатаны. Сухаа видел это. Он увидел следы крови. Он видел решимость Сувана, а также другую сторону этого учителя. Почему? Сухаа чувствовал себя странно. Когда он впервые увидел Суван как великолепного учителя, он уже знал, что личность Суван определенно не была нормальной. На самом деле, сила Суван была намного сильнее, чем у этих трех федеральных стражей. На самом деле, они боялись ее. Такой сильный эспер готов вынести всю боль за него? Святой? Одного короля грома было более чем достаточно. Это было только из-за ситуации здесь, что король грома не мог выжить. А как же Суван? Сухаа общался с ним всего несколько раз. Суван определенно не был святым. Когда появился айсберг, независимо от того, пошевелиться зверь или нет, она отказалась от трех федеральных стражей. Неужели все делается только для него? Личные дела? Невозможно. Это только доказывало, что Суван уделял ему слишком много внимания. Почему? Разум сухо-олихорадочно анализировал ситуацию. Думая о том, что сделала Суван, она, казалось, играла с ним. Тем не менее, она действительно поможет ему, например, принять чинежань в качестве ученика. Бесчисленные образы мелькали в его голове. Такая сильная эспер, но почему она была в городе Цзянхе и кто она? В голове у него возникло множество вопросов. Суван, Суван, Сухаа, Бум, Бум. Пока он был в глубоком раздумье, все его тело уже завершило превращение из модельного состояния в реальность. Теперь он был на заключительном этапе овладения аватаром происхождения. Еще 10 секунд. Вжух, вжух. Аура профессионального экстрасенса начала сгущаться еще больше. Бум. Аура, исходящая от тела Сухаа, стала намного сильнее. И в эту секунду он все еще поднимался. Бум. Происхождение аватара. Закончено. Все вычеты были сделаны. Свет озарил все его тело, а энергия засияла. Сухаа был на последнем рубеже. Энергия в его теле изменилась, и его модельный анализ стал еще яснее. В этот момент в модельном мире все пребывало в состоянии замешательства. Профессиональный эспир. Маршрут этой способности – талант. Однако что это за путь? Никто не мог объяснить это ясно. Вжух. Вжух. В пустоте рыскали многочисленные странные силы. В этот момент Сухаа ясно почувствовал невероятную силу, входящую в его тело, и его талант, переживающий существенную трансформацию. Бум-бум. С громким стуком время словно замерло. Сила профессионального эспира все еще менялась. С постепенным возрастанием силы его таланта, вся информация в его уме, которая была скрыта в более глубоком ядре, и сцены, о которых он не знал, начали появляться. Каким было его детство? Кто мог вспомнить? Сухаа не мог этого сделать. Самым ранним его воспоминанием было то, что ему было от трех до четырех лет, когда он счастливо ужинал со своей семьей и больше ничего. Вжух появилось воспоминание. По мере того, как развивался его модельный анализ, образы в голове Сухаа начали перематываться, его школьная борьба, учеба, его озорные дни в начальной школе, его семья. Время, казалось, вернулось в прошлое. Это даже относилось к его детству. Однако появление воспоминаний потрясло его. Это было во время сильного снегопада. Мир пребывал в запустении. Су Тин Чен, его отец молодым взглядом, немного устал. Рядом с ним по снегу бежала девочка лет 7-8 с ребенком на руках. Девочка выглядела хрупкой, но не боялась холода. Вместо этого она выглядела довольной, играя с ребенком на руках своими крошечными пальчиками. Сухаа, ты должен помнить меня. Я Суван. В будущем, когда вырастешь, называй меня тетей. Хе-хе, ты меня слышишь? Бум. Сухаа почувствовал, как гром ударил ему в уши. Когда все его тело задрожало, образцовый мир мгновенно рухнул, и к нему вернулась настоящая память. В этот момент он, наконец, вспомнил все. Когда он вступил в профессиональную сферу, память о детстве, которой никто не должен был обладать, вернулась к нему. Тетушка. Сухаа много раз бормотал про себя. Неудивительно, что она так хотела ему помочь. Неудивительно, что она предпочла бы получить травму, лишь бы защитить его. Значит, она его настоящая кровная тетя? Ты должна помнить. Я Суван, твоя тетя, весело сказала девочка. Снег упал на ребенка. Как будто маленький Сухаа почувствовал холод и заплакал. Маленькая теплая ручка протянулась и накрыла ребенка. Когда снег падал на ее руку, казалось, что была какая-то сила, которая отталкивала снег. На теле ребенка больше не было снега. Глаза ребенка были огромные. Улыбаясь, он схватил девочку за руку своей пухлой ручкой. Хе-хе, добрый маленький Сухаа. Благодаря твоей тете здесь никто не сможет запугать тебя. Да, даже снег. Девочка мило улыбнулась. Эта сцена, казалось, застыла в этот момент. Бум. Все больше и больше воспоминаний появлялось, и воспоминания, связанные с Сувань, приходили. Модель мира продолжала меняться по мере появления всевозможных воспоминаний. Однако эту сцену он никогда не забудет. Тетушка. Даже сам Сухаа не заметил, что на самом деле его слезы начали тихо падать. Упала слеза. В мире льда и снега, прежде чем она упала на землю, она уже превратилась в ледяной кристалл. Хлоп. Ледяной кристалл упал на землю. Этот звук застал всех врасплох. В конце концов, что случилось? Бум. Бум. Терозавр все еще бешено атаковал айсберг. Суван все еще настаивал на сохранении этого айсберга. Однако она становилась все слабее и слабее. В этот момент толпа, наконец, заметила ее дрожащую руку. Она вот-вот рухнет. У всех замерло сердце. В конце концов, это была совместная атака двух зверей королевского уровня, слившихся вместе. Суван все еще настаивала. Как и та маленькая девочка в памяти Суха, она защитит его даже ценой своей жизни. Последние три секунды. Бум. Огромный айсберг снова подвергся бомбардировке. Однако, по сравнению с предыдущим, огромная яма не зажила, как в прошлый раз. Финал остались два секунды. Бум. Злой птерозавр снова атаковал то же самое место. Его могучая сила почти пронзила весь айсберг. Бум. Айсберг рухнул. Он превратился в огромные куски льда. Эта абсолютная защита айсберга была, наконец, побеждена. Рррррррррррррррррррррррррррррр. Он снова бросился вперед. На этот раз ничто не могло преградить ему путь. А как же Суван? Толпа посмотрела на нее, и их сердца похолодели. Тело Сувана было выброшено во время разрушения айсберга. Оставляя кровавый след в воздухе, она больше не могла держаться. Но она, казалось, не замечала боли, охватившей все ее тело. Суван подсознательно повернула голову и посмотрела в другую сторону. Сухая, он преуспел, сухая, бум, птерозавр пронесся мимо и последняя часть стены мгновенно рухнула, бум, бум, стена, которая держалась с начала звериного прилива, наконец рухнула, бум, все остановились и посмотрели на разрушенные стены, сухая, она умерла, подул ветерок, небо прояснилось, облака рассеялись, внутри руин лежала фигура Суван на вершине руин. Как будто его не беспокоили звери, он осторожно использовал одну руку, чтобы вытереть кровь с угол карта Сувана. Маленькая тетушка, это ты? Глава 484. Глава 484. Псевдо-непобедимый за пределами города Цзянхи. Это была земля, полная руин. С этими атаками птерозавра вся стена у главных ворот была уничтожена. На вершине развалин, появление молодой фигуры позволило толпе вздохнуть с облегчением. Сухая, он был еще жив. Толпа начала волноваться. Городская стена была разрушена, но Сухая все еще мог легко спастись от любой неудачи. Означает ли это, что Сухая успешно прорвался? Раньше, еще находясь в специализированном царстве, Сухая уже мог победить Байфына. После увеличения силы, какова была его настоящая сила сейчас, никто не знал. Толпа смотрела на Сухая в ожидании. Дым давно рассеялся, однако, когда все могли видеть его ясно, они не ожидали, что он произнесет такую фразу в этот момент, которая застала их врасплох. Тетушка, это ты? Толпа была ошеломлена, что он имел в виду. В этот момент они заметили, что Сухая даже не смотрел на окружающих его берсерков. Вместо этого все его внимание было приковано к Сувану. Хех, Сувань улыбнулась, с намеком на улыбку в уголках ее губ, она была очень тронута прямо сейчас. Постепенно подняв голову, Сувань подошла ближе к Сухая и нежно коснулась его лица. Я знала, ты наверняка вспомнишь меня однажды. Сухая вздохнул и крепко обнял ее, поэтому она осталась в городе Цзянхе. Неужели все это для того, чтобы защитить его? Она защищала его в темноте, без его ведома. Двадцатилетняя девушка на пике своих сил. Все это время она молча защищала его. Думая об этом, Сухая почувствовал боль в сердце. Глядя на выражение лица своей тети, Сухая взглянул на нее с трепетом. В этот момент, вжух. Атмосфера на месте преступления сейчас была настолько тихой, что можно было услышать, как пролетает муха. Эта драматическая сцена потрясла всех. Держись. Что означали эти фразы? Суван оказалась кровной родственницей Сухая. Какого черта? Эта могущественная молодая леди, которая отпугивала бесчисленное количество людей и обладала огромной силой над федеральными опекунами, на самом деле была тетей Сухая. Все были шокированы этим фактом. Даже сама Чини Жань была удивлена, что она неосознанно прикрыла рот ладонями. Черт возьми, происхождение босса не шутка. Лисинь пробормотал себе под нос. Если бы мой отец был таким сильным, я бы уже давно бесновался. Конечно, Лисинь не заметил, что после этих слов у Ливая, который находился неподалеку, на лбу появились морщины, и он непроизвольно сжал кулаки. Те, кто реагировал больше всего, были никем иным, как этими тремя федеральными опекунами. В тот момент, когда прозвучали слова «маленькая тетушка», было видно, что их руки слегка дрожат. Сухая. Суван. Черт. Значит ли это, что? Сухая был сыном Су Тиньчин? Вжух. Федеральные стражи мгновенно почувствовали холодный пот на своих спинах. Сын этого сумасшедшего. Кто такой Су Тиньчин? Возможно, другим это не совсем понятно. Тем не менее, каждый федеральный опекун четко помнил этого персонажа, потому что Су Тиньчин был полным сумасшедшим. Он дезертировал из семьи Су, занимавшей высокое положение в федерации, и отказался от должности федерального опекуна. Но он также планировал уничтожить мир. Если бы он не попал в какое-то неизвестное событие, возможно, федерации даже не было бы здесь сегодня. Он был полным психом. Однако причина, по которой все федеральные стражи запомнили его, заключалась в том, что Су Тиньчин был первым поколением федеральных стражей. Ну, по крайней мере, Сухаа совершенно не похож на своего отца. Не так ли? Сказал Сибиджан Ян. Они уже видели информацию о Сухаа. Су Тиньчин был вписан отцов в профили Сухаа. Однако никто никогда не связывал этого безумца с таким маленьким городом, как Цзянхи, или с обычными людьми, как Лесяру и Сухаа вместе. С таким количеством людей в этом мире с одинаковыми именами, кто будет беспокоиться об этом мелком деле? Держимся. Если Сухаа был сын Су Тиньчин, Чжан Ян, наконец, понял тайну. Неудивительно, что обезумевшие звери вели себя так бешено. Неудивительно, что обезумевшие звери хотели убить Сухаа любой ценой. В те дни этот безумец был полным уродом. Нынешняя федерация была в состоянии контролировать такую огромную территорию из-за Су Тиньчин, который стал словно неистовым зверем, проливая кровь по всему лесу. Сколько миллионов сильных зверей он убил себя? Вжух! Снова послышался громкий крик. Птерозавр расправил крылья и уставился на текущего Сухаа с сильным убийственным намерением. Его задача провалилась. Задачи этих немногих зверей уровня короля были ничем иным, как убить Сухаа, чтобы он не превратился в профессионального эспера. Однако он прорвался. Что пугало этих зверей, так это то, что никто не знал, что случится с ними, если они не справятся с этой задачей. И все же, действительно ли эта задача провалилась? Нет. Птерозавр выглядел разъяренным. В конце концов, это были лучшие удары молодого поколения. Как они могли потерпеть неудачу в такой простой задаче? Что с того, что Сухаа прорвался? Что это за шутка? Они все еще были зверями королевского уровня. Были ли они персонажами, которых профессиональный эспер первого уровня мог победить? Ну и что, что он продвинулся? До тех пор, пока они убьют его, все будет по-прежнему. Когда Птерозавр подумал об этом, он снова начал излучать свое смертоносное намерение. Взмыв в небо, он остановился на Сухаа. Сердце толпы мгновенно екнуло. Но Сухаа не обратил внимания на это животное, и он был по-прежнему спокоен. Мягко отстранив Суван, он поддержал ее. Глядя на эту красоту, Сухаа прошептал. Я похож на своего отца в молодости. Да, лицо Сувань расплылось в улыбке. Когда Суван закончила говорить, ее брови дернулись, но в глазах все еще было то же выражение. Однако Сухаа все еще мог ясно заметить, что тело Сувань было перенапряжено. Она все еще была в боевом режиме. До тех пор, пока берсерки не будут уничтожены, как она сможет расслабиться? В тот момент, когда она почувствовала намерение убить Птерозавра, она фактически попыталась бороться и встать сама. Тетя, Сухаа убедил ее, просто предоставь это мне. Что? Сувань тупо уставилась на него. Балавник, как сказал Сухаа, энергетические колебания произошли в воздухе, и бабочка голубого сна тихо появилась и схватила Сувань. Приведи мою тетю туда. Хорошо, бабочка голубой мечты кивнула. Вжух. Затем она увела Сувань. Хотя городская стена рухнула, внутренняя часть города все еще оставалась безопасным местом. Сувань покинула место преступления, остался только Сухаа. Бабочка голубой мечты искренне верила в Сухаа, но как насчет всех остальных? Когда толпа увидела эту сцену, их сердца переполошились. Сухаа действительно хотел встретиться с этим зверем в одиночку? Это все еще был зверь уровня короля. Это было равносильно высокому профессиональному эсперу. Не говоря уже о том, что этот птерозавр был сплавом двух птерозавров, который был намного сильнее любого обычного профессионального эспера. Сухо, который был всего лишь профессиональным эспером первого уровня, мог ли он добиться победы? Бах, бах, не колеблись, как и все остальные, Сухо медленно подошел к Птерозавру. Птерозавр был безумен. Очевидно, его разозлила равнодушие Сухо. С каких это пор профессиональный эспер первого уровня может так себя вести по отношению к ним, зверям королевского уровня? Даже федеральный опекун не посмел бы так поступить. Бум, небо снова погрузилось во тьму. Черная энергия, покрывавшая солнце, сконденсировалась в птерозавра, и небо вернулось в нормальное состояние. Темная энергия, окружавшая птерозавра, была направлена на Сухоа. С треском его тело исчезло. Вжух! Черная фигура двигалась со скоростью, как будто могла проникнуть в космос. Это было даже быстрее, чем когда он сражался против Сувань. Бум! Почти мгновенно, черная фигура появилась перед Сухоа. Вжух! Тело Сухоа мгновенно пронеслось насквозь. В этот момент камера, казалось, замедлила ход. Крылья птерозавра прорезали тело Сухоа и уничтожили его. Сила уровня короля зверей была очень властным. Птерозавр взвизгнул от возбуждения, решив, что выполнил свою задачу. Однако он быстро почувствовал, что что-то не так. Вжух! Глаза птерозавра широко раскрылись, когда он повернул голову. Было ужасно видеть, что Сухоа все еще был там и медленно шел вперед. Как это может быть? Птерозавр почувствовал, что это невероятно. Происхождение аватара? Невозможно. С каких пор разрыв между профессиональным эспером первого уровня и зверем уровня короля может быть сокращен аватаром происхождения. Как ему удалось избежать нападения? Послышался еще один сердитый крик. Птерозавр снова бросился к Суха. Вжух. Суха снова принял атаку в лоб. Однако, когда Птерозавр оглянулся, он все еще видел спокойную фигуру Суха, делающего шаги вперед. Не только Птерозавр, даже все были ошеломлены. Он был цел и невредим. Нападение этого Птерозавра не причинило никакого вреда Суха. Как такое может быть? Профессиональный эспер первого уровня? Ты можешь перестать дразнить меня? Такая сила может быть даже выше уровня федерального опекуна. После того, как Суха прорвался, он действительно стал таким могущественным. Не по этой ли причине обезумевшие звери так отчаянно пытались остановить его? Все уставились на эту фигуру. Необъяснимым образом они испытывали благоговейный трепет. Птерозавр был безумен. Вжух. Вжух. Было собрано бесчисленное количество темной энергии. Глава 485. Глава 485. Энергия океана бум. Темная энергия прошла мимо. Суха основа был поражен энергией в лоб. Он умер. Как такое может быть? В мире моделей Суха спокойно наблюдал за этой сценой. Сделав шаг вперед, частицы энергии в реальном мире конденсировались еще больше. Совершенно непобедимый. Бум. Бум. Бесчисленное количество черной энергии было послано ему. Фигура Суха на мгновение замерцала. В модельном мире продолжали появляться новые модели, и все они были моделями персонажей. Каждая модель характера была моделью его самого. По сравнению с реальной жизнью Суха они были точно такими же. Когда черная энергия ударяла в него, Суха мгновенно заменял себя одной из своих моделей характера. Это изменение было самым мощным изменением после его прорыва в профессиональную сферу. Теперь он мог войти в образцовый мир в любой момент. В прошлом он мог наблюдать состояние модельного мира, однако в конечном счете в мир вошло только его сознание. Войти в образцовый мир с собственным телом было невозможно. Ведь реальность была реальностью, и модель была моделью. Но после прорыва его способности изменились. В сочетании с полным владением аватаром происхождения все его тело было преобразовано в какие-то особые частицы энергии, которые могли быть интегрированы в модельный мир. Когда он использовал модель характера, он мог использовать ее в качестве замены для себя. Это можно назвать открытием прорыва Суха в профессиональную сферу. Эта техника происхождения называлась заменой смерти. Бум-бум. Все больше и больше черной энергии обрушивалась на него. Суха, как обычно, небрежно прошелся по ним. Глядя на безумно атакующего птерозавра, он ухмыльнулся лишь уголком рта. Иллюзия реальности дала ему небольшое преимущество, так как он был в состоянии предсказать следующие действия этого зверя, позволяя ему заменить свое тело раньше времени. И тогда он успешно спрячется в мире моделей. На самом деле атаку лоб в лоб получила сама модель. Однажды Суха подумала об этой проблеме. Если ему дать бесконечную энергию, будет ли он непобедим? И вот он это сделал. Окружающие были уже ошеломлены. Было бы хорошо, если бы это было сделано один или два раза, но, сделав это бесчисленное количество раз, толпа разрушила понимание. Можно ли быть непобедимым после достижения аватара происхождения? Несколько профессиональных экстрасенсов горько улыбнулись. Если бы они действительно могли стать непобедимыми, они бы вышли вперед раньше. Атаки зверей уровня короля были чем-то, что энергия не смогла бы противостоять так легко. Они действительно не могли понять, как Суха сделал эти атаки недействительными. Звери, которые пытались остановить Суха, были настойчивы. Однако толпа все еще не понимала, почему они это делают. Теперь, глядя на текущее состояние Суха, они начали иметь некоторые представления. Такая ненормальная сила. Любой, кто знал, что это произойдет, тоже хотел бы уничтожить его. Разве это не обман? Бум-бум. Земля за городом превратилась в огромную яму. И как и раньше, Суха был в порядке. Суха все еще шел к точке, которую он установил. Полностью игнорируя птерозавра, в его глазах все, на что он обращал внимание, была определенная координата, указанная в модельном мире. Что здесь происходит, понятия не имею. Хотя я не уверен, как Суха получил такую силу. Аура, которую он излучает, без сомнения, принадлежит профессиональному эсперу. Может быть, он использует какую-то запрещенную технику. Запретная техника вашей семьи настолько сильна. Толпа начала горячую дискуссию. Нынешнее состояние Суха было действительно странным. Силен ли он? Естественно, возможность остаться невредимым под обстрелом этого птерозавра уже доказала его мощь. Однако, если он действительно был силен, почему Суха не пошел и не убил птерозавра прямо сейчас? Чего он ждет? Очевидно, что-то было не так. Особенно это движение Суха, шаг за шагом. Он казался могучим, но расстояние, которое было легко преодолеть, теперь казалось далеким. Суха, что он пытался сделать, все посмотрели на него с тревогой. После бесчисленных атак птерозавр наконец почувствовал, что что-то не так. У зверей уровня короля тоже была своя мудрость. Они не были умственно отсталыми. Он напал на Суха, чтобы измотать его. Независимо от того, насколько сильным он стал, Суха все еще был профессиональным экстрасенсом первого уровня. Разве этот вопрос не будет решен в тот момент, когда его энергия иссякнет? Потребление энергии от использования аватара происхождение было ничем, на что можно было смотреть свысока. Однако, все было напрасно. Сколько раз за эти 10 секунд он нападал? Он сбился со счета. Тем не менее, Суха даже ничуть не пострадал. Наконец-то этот человек впервые привел птерозавра в шок. Обладал ли этот человек бесконечной энергией? Р-р-р-р-р-р-а! Птерозавр закричал. С тех пор, как он потерпел неудачу в своей попытке растратить энергию Сухая, он начал менять свою схему нападения на него. Один раз, дважды, трижды. Все больше и больше методов происхождения были показаны. Еще раз сила зверя уровня короля была продемонстрирована толпе. Сначала они беспокоились, когда Сухая впервые получил эти атаки, но вскоре они оцепенели. О, с ним все в порядке. Да, все нормально. Хэм, на эту технику происхождения приятно смотреть. Если бы Птерозавр услышал это, его бы вырвало кровью. С каких это пор нападения зверей уровня короля стали представлением. Кроме того, именно эти никчемные экстрасенсы говорили об этом в такой манере. Но это была правда. Как бы он ни атаковал, Сухая не пострадал. Продолжая атаковать, Птерозавр начал испытывать ужас. Что случилось с этим человеком? Забудьте о том, что он непобедим в состоянии изначального аватара. Его энергия казалась безграничной. Сухая только ухмыльнулся. Это была не шутка. При таком состоянии, если бы его энергия была исчерпана, то это было бы смешно. Бум-бум. Никто не заметил изменений в теле Сухая, включая дополнительное существование энергетического океана. Сухая не спешил и не уклонялся не потому, что не хотел этого делать, а потому, что не мог. Кроме того, что он заменил себя моделью, он не осмеливался делать никаких экстремальных движений. Он осторожно делал каждый шаг, иначе мог попасть в беду. Именно в процессе его продвижения в профессиональную сферу он внезапно получил вдохновение и решил сделать этот сумасшедший шаг. Вжух, вжух. В мире циклов текло много странных энергий. Здесь был идеальный мир Сухая, который можно было использовать как защиту от нападений. Он мог хранить атаки противника, а затем отражать их. Теперь весь мир был пуст, как космическое небо с круговым каналом без границ. Это было фундаментальное изменение в силе Сухая. Боевая эффективность Сухая возросла до другого уровня из-за существования мира циклов. Но теперь он был полон. Да, теперь он был полон. Просторный, безграничный мир был на самом деле полный. Эта энергия продолжала вращаться по заданной орбите. Сухая не мог пошевелиться. Он не посмел этого сделать, потому что каждый раз, когда он слегка двигался, странные энергии сотрясали и почти уничтожали край мира. Если бы здесь не было гравитации, эта энергия определенно уничтожила бы Сухая, не оставив после себя ничего. Даже Сухая не был уверен, что накопление этой энергии в его теле окупится. Но в данный момент он мог прибегнуть только к этому методу. В тот момент, когда он превратился в профессионального эспера, начали появляться все виды странной энергии. Это было похоже на то время, когда Сухая продвинулся в специализированном эспере. Однако на этот раз эффект был еще более очевиден. В этот момент Сухая внезапно что-то вспомнил. Что, если он оставит их в своем теле, что будет дальше? Тогда Сухая попытался связать мир цикла с этой энергией, используя свою внутреннюю силу для передачи энергии в этот мир, что привело к катастрофе. Эта энергия, казалось, насильственно менялась в теле Сухая. Когда Сухая попытался сохранить энергию в своем теле, это было слишком много, что почти разорвало его на куски. К счастью, Сухая вовремя закрыл эту связь иначе. Он будет первым, кто взорвется и умрет, прорвавшись в профессионального эспера. Слишком быстро, чтобы он успел ответить. В этот момент циклический мир Сухая достиг максимальной мощности. После закрытия связи странная энергия начала превращать тело Сухая в профессионального эспера, а затем растворилась в воздухе. Теперь проблема заключалась в нестабильной энергии в мире. Единственное, что сейчас могло сработать, это внутренняя сила. Однако две единицы его внутренней силы были слишком малы, чтобы контролировать энергию. Когда он спас Суван, энергия начала становиться активной и нестабильной. Был момент, когда мир циклов чуть не рухнул. В это время Сухая понял, что совершил нечто безумное. Если он не справится с этим и не даст энергии взорваться, последствия будут невообразимы. Бум-бум. Сухая взглянул на Птерозавра. С самого начала и до конца они доставляли Сухая большие трудности. Он чуть не взорвал мир циклов. Он действительно хотел сказать этому идиоту-зверю, что если его убьют в процессе, то в радиусе 100 миль не останется ни одного живого существа. Вжух. Вжух. Появлялось все больше и больше сменных моделей. Энергия в теле Сухая была почти безгранична. Каждый раз, когда его газ был пуст, он выпускал намек на странную энергию, и энергия в его теле снова наполнялась. В этот момент он находился в псевдо-непобедимом состоянии. Глава 486. Глава 486. Абсолютный свет. Вжух. Вжух. Поток бесконечных данных хлынул через край. Модель мира выводилась с безумной скоростью, и тысячи компьютеров в его мозгу работали безостановочно при максимальной нагрузке. Когда недостаток энергии не мешал ему, не было никаких задержек в операциях Сухая. Он не мог справиться с процессом. Тогда ему просто нужно было создать больше компьютеров. Пока у него есть неограниченная энергия, он может получить все, что захочет. Его прорыв в профессиональную сферу. Изменения, которые произошли с его талантом способности. Был ли это временный модельный мир, циклический мир, постоянный модельный мир или даже зеркальный мир? Все. Они все изменились. Было ли безумием вводить эту странную энергию в мир циклов? Конечно. И теперь Сухая планировал сделать еще более безумный шаг. Хлоп. Глаза Сухая загорелись, когда он достиг координаты, к которой стремился. Оглядевшись, он даже шокировал птерозавра. В настоящее время. Что он собирается делать? Все, включая людей и животных, находились рядом с Сухая. Даже федеральные стражи и звери королевского уровня не были исключением. Это все потому, что они знали, что Сухая был причиной этого звериного прилива. С самого начала и до этого момента он всегда был главным героем этого события. Сухая слегка поднял руку. Вжух. Все с нетерпением ждали его следующего шага. Готов ли он наконец? После того, как он стал профессиональным эсперов, его защита была буквально непобедима. А как насчет его проступка? Как ни странно, эти несколько зверей уровня короля действительно боялись. Касаясь правой ладонью Земли, Сухая ясно произнес два слова. Модель мира. Бум. Ужасающая, но невероятная энергетическая флуктуация быстро распространилась по окрестностям, и все были охвачены этой флуктуацией в одно мгновение, не различая ни друга, ни врага. В следующую секунду вспыхнул ослепительный свет. Он мгновенно озарил всех. Бум. Бум. Волна за волной ужасающая энергия охватывала всех. Федеральные опекуны. Берсерк зверей. Толпа позади Сухая. Это было не дискриминационное нападение. Нехорошо. Защита готова. Вжух. Эти звери уровня короля думали, что все выглядят не очень хорошо, поэтому они быстро активировали свою защиту. Три федеральных стража также быстро отреагировали своими методами защиты. Тем временем, по другую сторону руин городской стены Ченежань Сувани другие просто ждали в тишине. Несмотря ни на что, они полностью доверяли Суха. Бум. Бум. Почти мгновенно. Свет исчез, и все вновь обрели зрение. Атака Суха оказалась мощной, но длилась всего несколько мгновений. Эти звери уровня короля тогда заметили, что их защита была неэффективной. Не безрезультатно, но если быть точным, никакой атаки вообще не было. То же самое относилось и к федеральным опекунам. Глядя на тех, кто был на другой стороне, они все еще были здоровы и в порядке. Эти люди сразу поняли, что делает Суха. Не было никакого вреда. Однако именно по этой причине выражение лиц этих обезумевших животных изменилось. В эту эпоху зарождаются способности. Были всевозможные способности происхождения. В этом мире родились всевозможные странные и мощные техники происхождения. Однако методы происхождения, которые не принесли никакого вреда, были худшими. Поскольку они не причиняли вреда, было бы трудно противостоять им. Такой масштабный шаг. Суха просто запускал фейерверк? Конечно, нет. Вокруг ничего не изменилось. Толпа все еще стояла там, как и раньше. Больше ничего не изменилось. Однако они все еще чувствовали, что что-то не так. Ждать. Буйный медведь вдруг о чем-то подумал и посмотрел на небо. Солнце. Где солнце? Вжух. Все мгновенно подняли головы. Они были ошеломлены. Солнце. Оно исчезло. Действительно.